МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что такое неопознанные летающие объекты? Для изучения НЛО нет разницы, инопланетные-то объекты или же засекреченные земные технологии. Как они летают вопреки законам физики? Невозможно полностью повторить свойства. Кто или что породило этот феномен? Я чувствовал, что мной управляют не люди. Где уже изобретены столь совершенные технологии? Я верю в то, что мы не одиноки во Вселенной. Борис Макаров благодаря удивительному портретному сходству играет роли Леонида Брежнева. Но немногие знают, что до театральной карьеры он успел сделать летное. И совсем единицы слышали от него рассказ об одном странном происшествии в небе. 21 июня 1980 года пассажирский Ил-18 выполнял рейс в Новокузнецк-Москва. Борис Макаров был командиром воздушного судна. Стояла ясная ночь. Борт шел на высоте 8400 метров. Вскоре после того, как лайнер миновал Новосибирск, командир увидел впереди прожектора необычного аппарата. Пилоту показалось странным, что они светят в сторону земли. Насторожило и то, что лучи были ярко-голубого цвета. Я смотрю к тебе, ребята, и говорю, что это экипаж? Ну, дело в том, что в это время экипаж занимается, ну, второй подбивает отчет о рейсе, штурман своими делами занимается, бортмеханик тоже. А я один остаюсь как бы на руководстве. Командир остается на руководстве и следит за воздушной обстановкой. И вот все отвлеклись и смотрим. Да, горит несколько прожекторов, светит в сторону земли. Команда наблюдала прожектора неопознанного объекта не менее пяти минут. Внезапно они погасли, и в небе возник белый овал с желтым пятном в центре. Самолет шел прямо на него. В этот момент НЛО сорвался с места и занял позицию километра на полтора выше авиалайнера. Однако члены экипажа Ил-18 смогли хорошо разглядеть этот объект. И вот мы видим, что два огромных иллюминатора, вернее, две огромных фары, которые освещены маленькими лампочками, то есть светятся просто желтеньким светом. Возможно, если бы они включили полную мощность своих вот этих прожекторов, нам, наверное, не сладко пришлось. Проходим мы, и я говорю, ребята, давайте сделаем вираж, посмотрим, что ж там такое-то. Может быть, увидим? Соблазн подлететь к диковинному аппарату был велик. Тревоги он не вызывал. Но в самолете находились еще 130 пассажиров, родители с детьми, летящие на юг через столицу. Летчики не могли рисковать их жизнями. Экипаж запросил диспетчерские службы, наблюдают ли они НЛО на своих радарах. Вот что вспоминает об этом случае летчик первого класса Федор Паличев, бывший вторым пилотом на том рейсе. Мы запросили, естественно, на Красноярск. Говорят, у вас в зоне борты имеются или нет? Нет. Мы тоже в локаторе этого не видим, штурмов. Посмотрели у нас локатор, мы это не видели. Вот, тогда мы говорим, странно. Ну и молчим, естественно. Дальше оно то влево, то вправо, то отдаляется, то приближается, отвечает и уходит. На экранах наземных радаров никаких посторонних объектов в эшелоне не было. Пилоты повторили свой запрос о странном объекте. Земля вновь ответила отрицательно. Однако статистика военных гласит, что бывало и наоборот. Локаторы фиксировали объект, а люди нет. Очень много было случаев, что летит самолет, и параллельно, так сказать, образовывалась метка на локаторе от НЛО. То есть размеры такие же вроде, да? Отражающие нет. Ну, конечно, на свой чужой не отвечает, да? А летчик в полете либо он вообще не видит, либо он видит какое-то облачное образование. Первое объяснение, которое пришло в голову членам экипажа Бориса Макарова, испытание новой баллистической ракеты. Это показалось вполне естественным. Однако летчикам никто из коллег не поверил. Возмущенный Борис Макаров зарисовал на ватманском листе три стадии наблюдения НЛО и направил это в комиссию по аномальным явлениям при Академии наук СССР. Ему пришел ответ за подписью профессора Николая Желтухина с благодарностью за наблюдение. Вердикт ученых был однозначен. Экипаж наблюдал неземной летательный аппарат. Я верю в то, что мы не одиноки во Вселенной. Конечно, глупо это думать, что мы прямо такое создание, что другое дело, что это далеко все возможно, что эти все цивилизации. Позднее эксперты выдвинули убедительную гипотезу, почему этот и подобные аппараты не отображаются на экранах радаров. Когда я работал в МАИ, мне ребята все-таки объяснили, они же ученые там все, они объяснили, что эти аппараты окружены очень плотным электромагнитным полем. Почему их не видно на экранах радаров? Потому что нет отраженного сигнала от него. Полковник Александр Плаксин много лет заведовал в Министерстве обороны секретным отделом по изучению аномальных аэрокосмических явлений. Военные ученые всерьез занимались феноменом НЛО, чтобы определить технический уровень предполагаемого противника. Сегодня полковник может раскрыть нам часть выводов, к которым пришли эксперты относительно природы этих объектов. Сначала важно было установить, что это – корабли из металла или природные сгустки энергии. Получается, что все же в большинстве случаев это не твердый объект, а имеющий, отражающий, допустим, поверхность какой-то плазменный объект. Но были случаи, что внутри плазменного объекта что-то твердое, это тоже локаторами определяют, но это объяснить невозможно, конечно. Но наибольший интерес, конечно, представляет вот эти мгновенные эволюции, которые, так сказать, могут совершать НЛО. То есть лететь вверх-вниз, мгновенные ускорения, исчезновения, повороты. То есть вот материальный объект, он не может, такие будут перегрузки колоссальные. Вот это лишний раз доказывает, да, что это все-таки что-то газообразное и что-то связанное с плазменом. В Великобритании известен случай, произошедший над военными авиабазами Лейкинхит и Бентуатерс. Военные, обслуживающие радарные станции на этих базах, стали замечать странные явления. На экранах радаров начали появляться какие-то точки, которые на бешеной скорости передвигались по монитору. Эти странные объекты производили маневры, недостижимые для истребителей того времени. Военные терялись в догадках. На конец им это дело надоело, и они подняли один из самолетов в воздух посмотреть, что же там такое летает. Когда самолет, ведомый по указанию радара, приблизился к неизвестной цели, летчик увидел, что это действительно какое-то тело, окруженное свечением. То есть что-то твердое, окруженное плазменной оболочкой. Но это тело маневрировало таким образом, как будто знало все правила воздушного боя. Дальше события развивались невероятным образом. НЛО зашел в хвост истребителя и преследовал его до тех пор, пока пилот, отчаявшись изменить ситуацию, не пошел на посадку. Парадоксально, но плазменным объектом явно управлял разум, ничуть не уступающий нашему. Этим телом явно управлял разум, не уступающий разум у летчика. Потому что тот, кто сидел за штурвалом этой штуки или управлял ей на расстоянии, смог не только держаться за самолетом и не оторваться, невзирая на все фокусы, но и как бы заранее предугадывал, какой маневр предпримет пилот. И иногда начинал противодействие еще до того, как у него руки успевали до штурвала дотянуться. Ник Поуп занимался расследованием случаев наблюдения НЛО в Министерстве обороны Великобритании. Его главной задачей было установить, есть ли какая-либо потенциальная угроза Объединенному Королевству от неопознанных летающих объектов. Большинство случаев наблюдений можно было легко объяснить, но от 5 до 10% из них так и не получили объяснение, и это представляло определенную сложность. Британским военным приходилось успокаивать общественность, сообщая, что часто эти объекты не представляют никакой угрозы. Но эти 5-10% необъяснимых наблюдений НЛО внушали тревогу. Летчики видели, насколько эти аппараты превосходят самые передовые авиационные технологии. Отчеты об этих случаях сразу же получали гриф «секретно». Это становилось проблемой, потому что мы не могли контролировать ситуацию. Правительство и военные не могли просто объяснить общественности, что в нашем воздушном пространстве есть некие объекты быстрее нас, более маневренные, и мы не знаем, что это. Это было бы признанием того, что мы потеряли контроль над воздушным пространством. И совершенно очевидно, что такая ситуация неприемлема для любого правительства. В первую очередь военные искали материальные свидетельства природы НЛО. Для этого они выезжали туда, где эти объекты совершали посадку на землю. Вся местность вокруг тщательно исследовалась. В самом известном в Великобритании случае наблюдения НЛО, который произошел в Рендельшемском лесу в декабре 1980 года, выяснилось, что уровень радиации в месте приземления этого объекта был в 7-9 раз выше, чем нормальный уровень, который привыкли наблюдать в той местности. Это было совершенно официальным свидетельством присутствия и неопознанного летающего объекта в том месте. Вооруженные силы США измерили уровень радиации, а специалисты Министерства обороны Великобритании проанализировали и сравнили эти данные. Случай в Рендельшемском лесу многое объяснил насчет природы летающих тарелок. В декабре 1980 года в графстве Суфолк на юго-западе Британии над американской авиабазой Бентуатерс и британской Вудбридж развернулись драматические события. Настоящее нашествие НЛО. Летающие тарелки зависали над базами и испускали лучи света, направленные на места хранения ядерного оружия. И вскоре приземлились прямо на авиабазе США неподалеку от складов с атомными бомбами. В Англии в 1980 году эти объекты приземлились, они оставили физические следы своего присутствия на Земле. Американский историк Питер Робинс исследовал обстоятельства этого происшествия и попытался разобраться, что же там произошло на самом деле. Все это вызвало панику и растерянность. Практически все свидетели этих случаев это сотрудники американских военно-воздушных сил, которые находились в то время на территории Великобритании. Среди них был мужчина, с которым я потом написал книгу о его опыте участия в этих событиях 1980 года. Американцы пытались всех успокоить и не поднимать шумиху. Но в 1982 году один человек выступил и впервые рассказал эту историю. Питер Робинс собрал показания свидетелей, замеры и показания приборов, а также различные документы американских ВВС. Оказалось, что некоторым очевидцам военные пытались стереть память с помощью химических препаратов. Затем им внушили поддельные воспоминания. Общественное мнение смоделировали умело пущенной дезинформацией. Эти документы еще официально засекречены. Я это изучал, как и множество моих коллег, довольно длительное время. И я убежден, что это правда. Главный вопрос, на который пока ответа нет, кому принадлежат эти объекты. Позиция Ника Поупа по этому вопросу такова. С уверенностью сказать нельзя. Я не могу со стопроцентной уверенностью заявить, что они имеют внеземное происхождение. С другой стороны, я не могу сказать, что это невозможно. Есть и другие варианты. Мы можем иметь дело с секретными воздушными судами или аппаратами, управляемыми нашим правительством или присланными в Великобританию из других стран. Например, для испытания воздушной обороны, проверки, насколько хороши наши радары и системы авиазащиты. 16 августа 1991 года. Ейское высшее военно-авиационное училище. Идут плановые учебные полеты. На одном из учебных истребителей в небо поднялся второкурсник Максим Чурбаков. Это был его первый в жизни самостоятельный полет. И все пошло не так. После 14 минут полета Чурбаков доложил на Землю о самовыключении двигателя. Однако на доклад курсанта никто не ответил. Более того, сообщение вызвало легкий шок у офицера боевого управления. Что делать? Через 14 секунд Максим повторил свой запрос. В ответ снова молчание. Еще 12 секунд. Снова Чурбаков сообщает о самовыключении двигателя его самолета. После второго поворотного пункта на высоте 1500 метров у меня произошел отказ двигателя. Я определил это по приборам, по температуре, по оборотам двигателя. Начал докладывать 42-й отказ. Двигатели. Ну и перечислять параметры, как определил, что. Высота падала по закону. У всех курсантов, которые ниже 1500, катапультируешь сразу, можно без доклада. Максим отвернул от населенного пункта и катапультировался на высоте 1200 метров. Самолет упал в двух километрах северо-западнее населенного пункта Новоселовка в поле. А сам Максим спланировал на парашюте в самую середину водохранилища. Вскоре его подобрала рыбацкая лодка. 23 августа Максим возвратился в свой полк из госпиталя, где проходил осмотр после катапультирования. Его признали здоровым и годным к дальнейшему обучению. Через пять дней начались очередные тренировочные полеты. 28 августа Максим Чурбаков дважды летал с командиром звена. Все было нормально, самолет был исправен. Но когда Максим полетел в третий раз и самостоятельно, случилось непредвиденное. Я пошел по шагону в 2-100. Могу тоже ошибаться, уже прошу 23 года. 2-100. Когда пришел в зону, мне сказали, набираю 104 тысячи там. Я начал в зоне набирать вот 100. И когда уже к 4 тысячи подходите, выходя из пирали, я вижу впереди там чуть правее объект, как желтый шарж. Говорит, ну, несколько секунд проверка, не дурак ли я. Говорит, где солнце, может, это что-то отражается. Ну, проверил, что точно сзади меня находится. Я начал докладывать, надеялся, что не наблюдаю, не опознал. Только я начал докладывать, нажал кнопку РП, сразу этот объект пошел сильно на сближение, с быстрой скоростью. Максим доложил руководителю полета о наблюдаемом объекте и что этот объект пошел на опасное сближение с самолетом. Когда объект приблизился, его размеры выросли до 2 метров. Максим ослепил. Он закрыл глаза, но даже несмотря на это, все равно продолжал чувствовать его свечение. Пилот опустил голову вниз и повернул влево. Летчика не покидало чувство, что за ним кто-то наблюдает, поскольку в районе затылка возникло непонятное ощущение. Я все смотрел на него до такой степени, пока мне сильно не обожгло глаза. Как будто сильным светом, ярким-ярким, так, чтобы болевой шок стал. Я резко убрал голову вниз, глаза как зайчик остался у них. На сварку смотришь. После этого я начал поднимать голову и увидел, загорелась лампочка отказа генератора, замигала. И тут же я только начал доказать, тут же загорелась лампочка пожар. И смотрю, загорели лампочки, высокая температура там, 730-760, могу ошибаться, там плюс у меня. Максим Чурбаков стал проверять шлейф за самолетом. Его глаза немного щипало, и они начали слезиться. Когда он повернул голову вправо, чтобы разглядеть плазменный НЛО, то его уже не было. В этот момент в кабине появился дым. Летчик перешел на дыхание чистым кислородом и доложил об этом на землях. Руководитель полета дал команду на катапультирование. Максим отказался. Прямо по курсу самолета появился большой населенный пункт. Лишь миновав его, пилот катапультировался. Когда прилетел вертолет, двери открылись, те же были люди, которые меня 16-го часа забирали. Они не знали меня, они говорят, Максим, опять ты? Я говорю, да. Они говорят, ну все, Максим, мы слышали эфир, командующий там просто. Рвет и мечет, теперь тебе точно конец. И сразу допрос пошел до трех или до четырех ночи. Одни и те же вопросы. Командующий сразу сказал, ты все врешь, первый, второй, третий случай, это твои выдумки, и все, мы ничему не верим. 6 сентября 1991 года Максима Чурбакова с его согласия ввели в гипнотический сон. Сколько это продолжалось, он не знает. Вечером того же дня у него сильно болела голова, утром из носа пошла кровь, чего раньше никогда не было. На следующий день курсанта перевели в госпиталь военного округа в Ростове. Там тестирование и беседы продолжились. Результаты оказались невероятными. Во время полета Максим Чурбаков действительно имел встречу с неопознанным летающим объектом, что вызвало неизвестное воздействие на летчика и технику. У меня иногда там полшестого будили, там командующий куда-нибудь едет на полеты. Приезжают все свиты, командующий, и начинается допрос. Все допросы велись на камеру, ну и все записывается постоянно. Меньше название подполковника или полковника меня никогда вообще никто не допрашивал. Их трое-четверо там сидит. Ну так вот продолжалось, как говорится, изо дня в день. Ну я комиссию точно так же проходил в ЭК. Ну уже меня так не гнали, уже так более-менее спокойно. Эта трагическая случайность навсегда перечеркнула карьеру подающего надежды летчика-истребителя. Но с чем же столкнулся Максим Чурбаков? Был это разум или неизвестное природное явление? Эксперты Министерства обороны СССР в качестве рабочей версии объяснения феномена НЛО в свое время приняли теорию плазмоидов, сгустков природной электромагнитной энергии. В эту гипотезу укладывается прямая взаимосвязь между вспышками на Солнце и активностью ядра Земли, которую выявили геофизики. И они доказывали, что именно в тех местах, где есть разломы, во-первых, частота встречаемости аномальных явлений значительно больше, да? Многообразие форм и столбы, и светящиеся там шары, и так далее, да? Вот. То есть была выдвинута теория перемещающихся токов. Один из знакомых каждому примеров сгустка плазмы – шаровая молния. Однако это природное явление часто вызывает возгорание, в отличие от окруженных голубым пламенем неопознанных летающих объектов. Тогда эксперты пришли к мнению, что внутри плазменного облака всё-таки может находиться управляемый аппарат. Вообще мир почти весь состоит из плазмы. Это звёзды, это Солнце, и вот наша планета – это как бы малая часть Вселенной. Только плазма у нас тоже есть, конечно, в газовой горелке, везде мы используем плазму. Так вот, в плазме как раз интересно. Вот эти условия, которые нашли физики – нелинейность среды и дисперсия среды. Исследования в этой области позволили дать ещё одно объяснение феномену НЛО. Оказывается, под воздействием высокочастотного излучения плазма становится подобно металлу и способно отражать радио- и электромагнитные волны. Это как раз объясняет, почему неопознанные объекты часто остаются невидимыми для радаров. Электромагнитное излучение, если бы оно двигалось по прямой, оно было бы ламинарным, может быть, то есть безвихревым. Но в момент остановки и начала нового движения возникает вихревая компонента электромагнитного излучения. Вихрь. Вот в атмосфере возникает электромагнитный вихрь. Он, конечно, невидимое поле. Мы этого диапазона не видим глазами. Как предполагает старшинаучный сотрудник неиточных приборов Станислав Смирнов, если этот вихрь содержит большую энергию и ионизирует воздух, у плазмоида возникает эффект металлического каркаса. А по мере расхода энергии происходит его разрушение, и вихрь рассеивается. Встреча пилотов с шаровыми молниями. Ведь известно тоже. Адская головная боль, шум в голове. И это рассказывают пилоты, которых в последний момент отвернули. Они не могли выносить это, хотя было там десятки метров до огненного шара, пятиметрового размера. Это все едино. Это влияние того поля. Таким образом, один из принципов движения НЛО стал понятен. С позиции этих знаний авиаконструкторы начали придумывать аппараты, которые могли бы создать и использовать плазменную оболочку, дающую множество преимуществ. В настоящее время все бьются, чтобы, значит, хотя бы немножко приблизиться к тем свойствам, которыми обладает НЛО. Значит, ну, по форме успехи есть. Там вот знаменитые Авры в США, у нас там в Самаре строили эти дисколеты, да? То, что это позволяет маневренность, там, допустим, вес изменить, там, ну, какие-то аэродинамические характеристики улучшить. Дальше. Можно окружить плазменные оболочки специальных генераторов. Для того, чтобы невидимыми были самолеты, используя там какие-то специальные композиционные материалы. Однако, даже когда мы создадим этот совершенный летательный аппарат, плазменный облачный призрак, нам все еще будет далеко до настоящих НЛО. Главное, что вот невозможно полностью повторить свойства. Вот сейчас вот нет такого, что полностью повторил свойства летающий аппарат, свойства НЛО. То есть здесь нужны уже прорывные, то есть нужен двигатель на новых физических принципов, который уже как бы работал по новым физическим законам. Совершенно новый принцип. 20 июля 1992 года. В самом разгаре вооруженный конфликт в Приднестровье. Ясная ночь. Луна светит ярко. Боевое охранение моста через Днестр несет службу. У него на вооружении ЗСУ «Шилка» и ПЗРК «Игла». Около полуночи радар, установленный на зенитной самоходной установке, засек движущуюся цель. Офицер боевого расчета попытался через бинокль разглядеть, что за объект пожаловал в гости к армейским спецназовцам и остолбинам. И вот, что нам рассказал Валерий Иванов. В 1992 году командир отделения войсковой разведки спецназа «Грум». Даже сейчас мы не можем показать лицо этого человека. Он до сих пор служит. Подлетел просто практически плоский объект черного цвета и завис. И завис. Он подлетел бесшумно. Во-первых, мы сначала его увидели через электронику. То есть мы его не видели визуально. Это не так, что он внезапно возник. Конкретный, четкий, темного цвета техногенный объект. И встал. И что самое интересное в переговорах, значит, Таруномер говорит нам, вы это видите. То есть у нас мы в таком стиле никогда между собой не переговорились. Обычно сразу же это так, это так, а тут вы это видите. Валерий Иванов подумал, что случилось нечто страшное, поскольку по рации было категорически запрещено вести обычные разговоры. Он посмотрел в небо и увидел огромный черный неопознанный летающий объект. НЛО застыл над мостом на высоте около 400 метров. Неожиданно рация снова ожила. Командир батальона поинтересовался, что же такого увидел в боевой расчет Шилки и заодно спросил Валерия, наблюдает ли он нечто подобное. И второй, и третий ответили утвердительно. Последовал приказ сбить объект. Уходит по объекту очередь. Ребята сказали, где-то в первой очереди с четырех столов около 400 зарядов выпустили. Метров 300-400 не долетая, все заряды словно в бронированное стекло упираются, разрываются, и искры идут в обратную сторону. То есть они не переходят на ту сторону, не отпускают. Мы ошарашились. Я тут же кричу своему товарищу, говорю, Юра, к бою одеваем очки, потому что мы знаем, что сейчас Шилка должна отъехать. Где-то 3-4 секунды пауза, ребята дают вторую очередь. После неудачной стрельбы из зенитной самоходной установки настал черед ракетного комплекса «Игла». Валерий Иванов собственноручно произвел выстрел по цели, но ракета на высоте 200 метров разбилась о защитной панцией НЛО и рассыпалась в небо. После перезарядки Валерий произвел второй зал. Таких средств защиты, систем защиты у летательных аппаратов, у НАТОвских, у наших нет вообще, чтобы вот такое магнитное поле включалось. Я не знаю, магнитное оно или нет, но оно вот так четко разорвалось. Таких полей нету защитных. Это я могу однозначно сказать. Вот. Потому что это уже дало перевес в какой-либо стороне. Около часа ночи начался минометный обстрел к позиции спецназовца. Одна из мин разорвалась за спиной Валерия и ранила его. Через трое суток к нему в госпиталь наведались трое в штатском. Именно тогда он впервые услышал название спецпрограммы «Сетка». После того, как он рассказал этим людям об увиденном, они попросили его молчать. Даже сейчас, спустя 20 лет, Валерий абсолютно уверен, что это был НЛО внеземного происхождения. Но что этот объект делал на войне? Я еще воевал в Абхазии, в Белгославии. Вот с этим ничем никогда не встречались. Но это четко запомнилось мне. И с того момента я пришел к выводу, и многие наши ребята, что в принципе, вот такой вот огромной, серьезной войны между державами быть не может, потому что у нас на планете сникает четкая третья сила, которая мгновенно реагирует на эти вещи. А вот этот демонстративный прилет был, скорее всего, мне трудно сказать, но такое ощущение, что они себя показали так вот. А вот есть мы, и нам все равно, что вы нам сделаете. Позже Валерий узнал, что боевой расчет зенитной самоходной установки просто парализовало невиданным страхом после стрельбы по НЛО. Это тем более удивительно, что все трое членов экипажа не боялись ни бога, ни черта. Все отслужили в Афганистане 7 лет и участвовали в локальных войнах на территории бывшего СССР и за рубежом. Но это далеко не единственный случай появления НЛО в зонах боевых действий. Еще в годы Второй мировой войны летчики замечали странные объекты, которые часто сопровождали их во время полетов. У аномальных явлений существуют. Существуют, есть карты активности. Они тоже проявляются по-разному. То есть пик активности в одном месте, а потом пик активности в другом. То есть не постоянно на всей земле, а в отдельных регионах больше, меньше. Привлекают внимание неопознанных кораблей и военные склады. В 1978 году над складом в Псховской области появился светящийся шарообразный объект. Зависая по очереди над каждым хранилищем, шар направлял на него луч света, а затем рывком перемещался к следующему, прямо на глазах у всего караула. В то же самое время шар появился и на следующий день повторив свои действия. Но почему они к нам прилетают и кто они? У профессора теоретической физики Агюста Меэссена, который 30 лет посвятил исследованию феномена НЛО, есть мнение на этот счет. После того, как я изучил эту тему, я пришел к выводу, что НЛО – это материальные, реально существующие объекты. Первая гипотеза напрашивается сама собой. Экипажи НЛО – это инопланетяне. Да, для изучения НЛО нет разницы, инопланетные это объекты или же засекреченные земные технологии. Однако имеется множество оснований полагать, что инопланетная гипотеза верна. Но как объяснить необычайную маневренность НЛО, способность мгновенно менять скорость и траекторию полета, а также пропадать и появляться в другом месте? Эксперты склонны считать это их умением перемещаться во времени и даже измерениях. И существование множества измерений ученые математически доказали. НЛО, возможно, управляет не только пространством, передвижением в пространстве, но и передвижением во времени. Об этом говорит целый ряд интересных фактов, связанных с неопознанными летающими объектами. Во-первых, на местах посадок НЛО происходит сбой и отказы оборудования измеряющего время. Как выяснил Михаил Герштейн, точные хронометры на местах приземлений летающих тарелок начинают отставать или забегать вперед. Теоретически в этих местах сохраняется некое остаточное поле, искажающее время. Также люди, которые утверждают, что побывали на борту неопознанных летающих объектов и провели там, по их мнению, считанные минуты, на самом деле отсутствовали на Земле гораздо дольше. Были другие, гораздо более интересные случаи, когда люди отсутствовали для наблюдателей на Земле считанные минуты, например, 15 минут, а по выходе из НЛО оказывались обросшими бородой, и календарик в их часах показывал дату, гораздо дальше отстоящую от даты настоящей. Понятное дело, что никому, побывавшему на борту НЛО, в голову не придет крутить часы и переставлять дату. А уж бородой брасти подавно невозможно усилием воли. Но что, если наши знания о Вселенной еще не полны? И в некоторых местах время течет нелинейно. В 1961 году на территории США произошел странный случай. Пилот частного лайнера во время полета едва не столкнулся с самолетом образца 1932 года. Оба самолета чиркнули друг друга кончиками крыльев и разлетелись в небе. Летчик был потрясен. После посадки он в первую очередь принялся выяснять, кто чуть не врезался в него. Оказалось, что никто самолеты подобного типа не восстанавливал, никто на них не летал. И все окрестные аэропорты, они отрицали, что подобного рода самолеты вылетали с их территории. Значит, то ли человек поднялся на антикварном самолете без разрешения, то ли здесь было нечто странное. Но на этом дело не закончилось. Когда уже история начала забываться, был обнаружен вот как раз тот самый самолет 1932 года, который хранился в одном из сараев на территории заброшенной фермы. В этом самолете нашли планшет с бортовым журналом, в котором осталась невероятная улика, совершенно фантастическая запись. Я сегодня вылетел и едва не столкнулся с необычным самолетом серебристого цвета. Но самое интересное, на кончике крыла самолета 1932 года нашли следы алюминиевой краски, которой был покрашен самолет 1961 года. Этот случай расследовался Федеральным управлением авиации США. Древний самолет был подвергнут осмотру, который выявил, что он не поднимался в воздух как минимум 15 лет. Однако расследование не смогло установить, кто же из летчиков переместился во времени. Да, что такое пространство, почему течет время, существует ли материальное будущее, или она вот проецируется по мере развития мира. Если исходить из представления о квантовой, если исходить отталкиваться от представления теории относительно Стейнштейна, как специальной, так и общей, мы можем говорить о том, что будущее материально существует. Это прямое следствие этих проблем. Прямое следствие существования. Но что, если такие перемещения возможны благодаря структуре пространства? И кто-то открыл принцип, как путешествовать не только между материками, но и между эпохами, или даже другими измерениями? Некоторые эксперты считают, что странные аппараты – посланники цивилизации, которая живет здесь же, на Земле, только в параллельном мире. Вот в нашем мире реализовался один вариант развития, но те бесчисленные варианты, которые в каждой узловой точке могли реализоваться, они реализовались в вот этих параллельных мирах. Возможно, эта же цивилизация опередила нас в развитии на тысячи лет. А неопознанные летающие объекты – это их шпионские зонды, которые следят или присматривают за нами. В ноябре 1995 года экипаж Олега Ковецкого забирал после многолетней стоянки на аэродроме Пушкин под Санкт-Петербургом самолет Ил-14. Заправка и передача авиалайнера экипажу происходили в спешке. Возможно, именно по этой причине Ил-14 оказался не готов к полету. Ил-14 летает на бензине авиационном. Половина в цистерне, которая была заправочная цистерна, половина была керосина, авиационного керосина. И туда залили, он думал, что пустой бак, залили нам авиационный бензин. И этой смесью, я не знаю, как его можно назвать, заправили наш Ил-14, который летал всегда, всю жизнь он летает на авиационном бензине. После взлета командир воздушного судна Олег Ковецкий почувствовал, что самолет плохо набирает высоту. Начала падать скорость. Экипаж лайнера перестал понимать, что происходит. Командир корабля принял решение отдать штурвал от себя и добавить взлетный режим. Но это не помогло. Самолет отказывался набирать высоту. Приборы показывали, что оба двигателя теряют тягу. Члены экипажа почувствовали запах горя. Оказалось, что один из винтомоторных двигателей задымил. Но и это еще не все. В одном из баков самолета закончилось горючее и в двигатели стал поступать керосин. Напомню, Ил-14 на авиационном керосине летать не может. Ближайший аэродром находился под Великим Новгородом. Мы связались с диспетчером быстро и попросили его о вынужденной посадке. Удаление было порядка 120 километров. Я подтверждаю, отмечаю, что 120 километров. Высота была всего лишь 1500-1300 метров. Посадочную полосу. Ко мне пришла картинка и мои действия. Я не знаю, кто это подсказывал. Самолет хорошо летел. Некий голос в голове пилота приказал отдать штурвал от себя и перевести его в горизонт. Двигатели оставить в режиме взлета, хотя они и не давали тяги. Удивительно, но самолет не снижался. Скорость сохранялась на уровне 250 километров в час. Такая скорость для Ил-14 не является скоростью сваливания в штопор, поэтому авиалайнер как-то держался в воздухе. У меня в полете был какой-то проводник, был какой-то голос и была картинка. Я не знаю, что здесь можно сказать, придумывать или рассказывать. То есть, я чувствовал, что мной управляют не люди, не диспетчер мне это говорит. Это, ну, хотите, понимаете, какой-то разум, который мне помог. На удалении, в километре от полосы, неведомый голос дал команду на выпуск шасси и выпуск закрытков. Через 30 минут экипаж увидел взлетно-посадочную полосу аэродрома. Диспетчер сообщил по радио, что к месту посадки самолета приедет пожарный расчет и скорая помощь. Из обоих двигателей авиалайнера вырывались струи пламени и валил густой дым. Несмотря на экстремальные условия, посадка прошла успешно и никто не пострадал. 120 километров пролететь без двигателей. Это нереально, без снижения. То есть, вот такая загадка, то есть, нами управлял, я не знаю, кто и что это было. Но, после, когда мы коснулись полосы, то есть, там получилось так, что мы даже не зарулили, потому что я начал добавлять обороты, я не мог даже развернуться на полосе, потому что я ему добавляю, он не тянет, вообще, ну, то есть, не работают двигатели. До сих пор Олег задает себе вопрос, кто вмешивался в управление самолетом? Кто помог ему в смертельно опасной ситуации? И такие случаи не единичны. Летчиков и самолетов спасали какие-то неведомые силы. И они вмешивались именно тогда, когда им больше никто не мог помочь. Может ли это быть внеземной разум? По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, в космосе существует довольно много планет, где могла развиться жизнь, причем гораздо раньше, чем на Земле. Все зависит от условий возникновения того или иного мира, гравитации, которые там характерны для него, климатических условий существования и ряда других, многих других факторов. Поэтому предположить о том, что это более высокоразвитая цивилизация предпримет космические путешествия с использованием таких космических кораблей, которые используют те такие двигатели и такие принципы движения, которые нам пока недоступны, я вполне не могу предположить. Американский астрофизик Джилл Тартер полагает, что существование планет, где возможна жизнь, реальность. Ученые уже обнаружили экзопланеты, которые в определенной степени похожи на Землю. Как, например, Кеплер-62ф. Оказывается, эта планета по своим характеристикам соответствует Земле на 83%. Мы хотим обнаружить планету, которая бы соответствовала Земле на все 100%. Мы считаем, что такая планета должна существовать. Скорее всего, данные о ней еще не были проанализированы Кеплером. Если нам удастся обнаружить эту Землю 2.0, есть шанс обнаружить на ней и жизнь. На данный момент астрофизики обнаружили десятки планет, похожих на Землю по размерам и условиям. Некоторые из них находятся в зоне жизни. Благодаря телескопу Кеплер ученые получили данные о 3000 кандидатах в экзопланеты. Они будут иметь статус кандидатов до тех пор, пока телескопы, расположенные на Земле, не подтвердят, что это пригодные для жизни планеты. Мы исследуем планеты, находящиеся недалеко от нас и похожие на нашу планету своим местоположением в Солнечной системе и размерами. Если говорить об исследованиях с помощью космического аппарата Кеплер, мы исследуем звезды и планеты, сконцентрированные в регионе наблюдения, а это примерно 100 квадратных градусов неба. Именно поэтому все обнаруживаемые нами планеты находятся именно в этом секторе неба. Но может ли быть так, что те летательные аппараты, что мы наблюдаем, это вовсе не пришельцы из параллельных миров или далеких планет, а новое супероружие, вероятно, сделанное на основе наблюдений технологий НЛО. Многие эксперты в области вооружений полагают, что такое возможно. Но подобные проекты строго засекречены. Однако информация о новейших разработках авиационных инженеров периодически просачивается в СМИ. Вот одна из таких разработок. ТР-3Б «Астра» секретный проект США. Как полагает историк Виктор Бумагин, истории про пришельцев необходимы правительством для отвлечения людей от секретных разработок военной авиационной промышленности. Такие аппараты, это, видимо, и есть, засекречиваемые различные летательные аппараты, тут же ТР-3Б, СР-91 «Аврора», в нашем случае, возможно, это МиГ-37. Само создание вот этих аппаратов современных, оно засекречивается, видимо, под личиной инопланетян, начиная с 70-х годов. Вы видите уникальные кадры. Это первый полет «Астры» в целях тактической разведки. Аэрокосмическая платформа, приводимая в движение атомным реактором, была разработана на базе 51 в штате Нью-Мексико и стала следствием программы «Аврора». Как свидетельствуют различные источники, на изготовление только одного самолета был потрачен 1 миллиард долларов США. В ходе конфликта в Персидском заливе, операции «Буря в пустыне», американцы якобы обкатывали на практике этот самолет. И солдаты антииракской коалиции, они запомнили, в общем-то, их пролеты по характерному вибрирующему густому звуку, идущему откуда-то с большой высоты. И этот звук к тому времени уфологи уже приписывали неким разновидностям НЛО. Наружное покрытие «Астры» реагирует на электрическое радарное возбуждение, может поглощать электромагнитные волны и менять цвет. Но и это еще не все. Специальное полимерное покрытие может заставить аппарат выглядеть маленьким, быть в виде цилиндра, показать себя на радарах противника в виде нескольких различных самолетов или скрыться совсем. ТР-3Б оснащен неким двигательным устройством, который использует ртуть подобно виманам в Древней Индии. Вполне вероятно, что те древнеиндийские трактаты, которые английская разведка добывала в 30-е годы, наконец-то оказались востребованные. Самолет этот, или как его назвать, летательный аппарат создавался совместно в Великобритании и США. Эксперты предполагают, что Астра имеет очень высокий потолок полета и обладает системой стелс. Ее двигательную силу обеспечивают три сопла, установленных в каждом углу основания треугольной платформы. Кроме того, летательный аппарат ограничивается скоростями, превышающими скорость звука в 9 раз лишь на высоте ниже 36 километров. А многорежимная система тяги может работать в атмосфере, в ее высоких слоях и на орбите при помощи совмещенной силы водорода и кислорода. Ксерум-525. Именно таким было кодовое название материала, которое помещали в эти цилиндры. Цилиндры были полые и, по моему мнению, они располагались один над другим. Они заполнялись жидким металлом, очень тяжелым жидким металлом. его использовали для того, чтобы создать плазму, которая, в свою очередь, помещалась в двигатель этого объекта. Если такие летательные аппараты реально существуют, а все эти технические данные соответствуют действительности, то нам уже никогда не разобраться, что это за облачные призраки летают над Землей. Пришельцы это из параллельных миров или из других планет, или самые обыкновенные пилоты из военно-воздушных сил. Что знают военные о летающих тарелках? Они пытались воссоздать материал, из которого сделан ЛОН. О чем думают ученые, глядя на странные объекты в небе? Пространство как бы или сжимается, или разжимается. Как относиться к невероятным рассказам очевидцам? Видел существ, сход с корабля команды, который там в это время ночью приземлился. Исследователь Александр Глазунов утверждает, что ему удалось встретиться с пришельцами. Эта история начиналась, как обычная журналистская авантюра. В то время он работал корреспондентом. Впрочем, весьма уважаемого центрального издания журнала «Вокруг света». Александр Глазунов собирал материалы о летающих норелках и людях, которые называли себя контактерами. Они и сообщили ему, что некая внеземная цивилизация готова выйти на контакт. Но он должен был произойти почему-то именно на Камчатке. Затраты на экспедицию были огромные. Александр доложил обо всем редактору, но сильно сомневался, что тогда, в 91-м году, издание найдет средства. У нас что главный редактор, что его зам, да и вообще журнал СК в ЛКСМ, он был довольно осторожный, категорически были против всего этого. Но для меня это было крайнее удивление, когда вдруг главный редактор спросил, сколько нужно денег, я ему сказал, все прикинули заранее, что нужно 15 тысяч на всех, приличные деньги по тем временам. И он говорит, да. Материал мог стать сенсацией. Тогда, после снятия запрета на публикацию об НЛО, множество газет писало о летающих тарелках. Сотни исследователей мечтали разобраться в этом феномене и получить доказательства существования космических братьев Парасов. Однако, Александр Глазунов все же не верил до конца, что поездка даст какие-то результаты. В экспедицию я ехал таким же скептиком, как и все журналисты, очевидно, которые пишут об этом, но если со мной не случилось, значит, я в это не верю. Насколько я теперь знаю, моя миссия в этой экспедиции была индивидуальная. То есть, для работы с контактерами нужен был человек, не зацикленный на собственном видении, на собственной информации, третейский судья. И вот получается так, что именно это качество, оно и помогло, во всяком случае, объективно изложить многую информацию. В состав экспедиции журнала «Вокруг света», кроме журналистов, вошли ученые с приборами, а также экстрасенсы, утверждавшие, что телепатически общаются с пришельцами. Они-то и указывали направление. Это выглядело сомнительно. Но каждый из членов экспедиции мечтал, чтобы данные оказались правдой. А когда вдруг объявили, все подтвердили мы здесь, я вышел, а ехали мы на БТРах, потому что иначе не пройдешь, два БТРа было у нас. И когда я забрался, вылез, забрался на БТР и посмотрел вокруг, вот тогда-то меня и проняло. В прямом смысле. Я увидел эту поляну, этот лес и это одинокое дерево. Все буквально до мелочей сошлось. Экспедиция встала на привал. И действительно начались странности. Ежедневно в небе возникали неопознанные летающие объекты. Их пытались снять на фото, некоторые снимки получились. Вот что удалось запечатлеть. Порой Александр Глазунов не мог поверить своим глазам. Видел существ, сход с корабля, команды, которые там в это время ночью приземлился. Я приложил окуляр к глазу и стал снимать. У меня вместо леса появились вот эти цепочки людей, которые сходили с чего-то высшего на более низшее. Шли сверху вниз постепенно. Вот они сходили, среди них была одна женщина. Я, естественно, трудно было в это поверить. Я камеру отнял глаз, смотрел так, несколько раз, ничего подобного, ничего не вижу. Опять глаз, опять идут. Необычные события происходили и на Земле. Я был недалеко от поляны, то есть стоял на краю леса, передо мной поляна, освещенная луной, и дальше опять темный лес. И когда я стал фотографировать, появилось светлое пятно, большое очень, на которой была поляна, костер, и вокруг двигались такой вот пляшущих движениях, тоже люди. Среди них были две женщины. Александр Глазунов утверждает, будто перед ним открывалось некое окно, и он наблюдал за жизнью в параллельном мире. Образовался не круг, а овал. Вот овал чуть светлее, чем все вокруг. И в этом овале пошли мелькать портреты. Они мелькали очень быстро, но их можно было запомнить тем, что кто и как. Это были просто портреты людей, старинные. Я даже не помню точно, но если судить по сегодняшним фотографиям, по той мантии, которая на Нострадамусе, и он там был, и в колпаке Шутовском кто-то был. Можно ли считать этот контакт состоявшимся? Ведь полноценного диалога не получилось. Дело в том, что более высокоразвитые цивилизации воспринимают нас не совсем как разумных существ. Это связано с тем, что сознание большинства людей только на 5% осознает мотивы своих поведения и своей реакции. Остальные 95% оказываются вне зоны сознания. Мы привыкли думать, что если на Землю прилетят инопланетяне, они припаркуют летающую тарелку перед Белым домом. То есть это должен быть определенный пафосный сценарий. При скоплении торжественного народа должно пафосно опуститься НЛО, из него должен выйти инопланетянин, сказать пламенную речь, мы пришли с миром, я вступаю с вами контакт, иначе контакт не будет засчитан. Этот контакт должны показать посредством массовой информации и так далее. То есть менее разумная форма жизни диктует более разумной форме жизни, как должен выглядеть контакт. между тем генерал ФСБ в отставке историк спецслужб Валерий Малеванный утверждает, что контакт с инопланетянами давно установлен и возможно общение продолжается под строгой завесой секретности. Участвуют в нем лишь отдельные политики и спецслужбы. Факт существования НЛО и контактов с инопланетянами отрицает только теми старыми учеными советской идеологической базы, которая существовала вот с 20-го года по определенный там ну до 91-го скажем год. Но кое-какую информацию членам Камчатской экспедиции все же удалось получить. Александр Глазунов рассказывает, что через контактеров он задал несколько вопросов внеземным цивилизациям. Интересовался, почему они не выходят на прямой контакт. Они якобы сообщили, что разговор в нашем понимании не состоится из-за разных частотных вибраций их и нашего мира. Также исследователь узнал, что представители внеземных цивилизаций, которые прилетают на Землю, делятся на светлых, темных и нейтральных наблюдателей. по моей информации, которую мы все время узнавали, любые похищения, проявления летающих тарелок, встречи, все-таки это 99,99% темных сил, а не светлых. Людей похищают, вступают в половую связь женщины с мужчиной, мужчины с женщиной. у них есть определенная задача вывести гибрид, который был бы приспособлен к жизни у них на планете. Ирина Доронина обычный бухгалтер из Риги. Она утверждает, что ее жизнь резко изменилась после посещения Пермской аномальной зоны. Из-за частого появления НЛО эту местность в Пермском крае стали считать космодромом пришельцев. Там зафиксирована геомагнитная аномалия. Ирине сказали, что в этом месте особенная энергетика, которая исцеляет. Женщина решила побывать в Пермском треугольнике, чтобы поправить здоровье после двух инфарктов. А по возвращении обнаружила в своей руке странный инородный предмет. Он четко имел рисунок. Тогда это было видно под кожей. Под кожей это было видно. Я его могла пощупать. Все могли пощупать, кому я давала. То есть такая как проволочка. По мнению Ирины Дорониной это не что иное, как чип, незаметно поставленный ей пришельцами из Пермской аномальной зоны. Вот как выглядит этот предмет на рентгеновском снимке. Он был виден, ну, пока виден, да, потом он ушел в мышечную ткань, вот сейчас он лежит на костей. По возвращении домой Ирина Доронина ощутила изменения в самочувствии. Странными были показания температуры тела. В течение месяца она не поднималась выше 34 градусов Цельсия. Однако сама она чувствовала себя превосходной. Более того, по словам Ирины, наблюдавший ее врач во время планового осмотра испытал настоящее потрясение. Кардиограмма показала, как мне тогда сказали, вот так прочитали эту кардиограмму, это сердце здорового 20-летнего юноши. Нету даже следов инфаркта. Кроме того, Ирина Доронина утверждает, что вживленный ей чип подарил ей шестое чувство. Также в снах она будто получает информацию от иного разума. У меня есть свои космические наставники. Они из созвездия Водолея. Ирина рассказывает, что ей показывают инопланетные пейзажи. Пару раз она даже мысленно побывала на Ганимеде, спутнике Юпитера. Там она будто гуляла по белым коридорам, на стенах которых были странные узоры. Подобные она позднее увидела на Земле в Перу. Эти узоры как считает женщина образуют межгалактическую связь. Нечто подобное я видела в Перу, куда меня отправили в реальности мои космические друзья. Мне посоветовали посетить Перу и сказали в каких местах я должна быть в Перу. В одном из этих мест я видела как бы не совсем народное творчество, ковры делаются вот в таком в стиле инков, как они общались между собой, как мне сказали там, когда я была в Перу. По информации, которую получил Александр Глазунов в экспедиции на Камчатке, эксперименты пришельцев над людьми и влияние на них с помощью имплантатов это реальность. Но таким людям, как Ирину Доронину не стоит обольщаться насчет целей тех, кто вживляет эти чипы. Таких людей масса. Масса. И уж в книге все это есть. И давно что задачи определения чипов, они настолько разнообразные. Во-первых, все это делается только темными ВЦ. Во-вторых, это делается для того, чтобы каким-то образом влиять на человека. Но даже если допустить эту смелую идею, как можно влиять на сознание людей через имплантат или нейронный передатчик. Оказывается, чип, влияющий на самочувствие человека, уже не новость. Сегодня в медицине практикуется внедрение в тело предметов, которые впоследствии распадаются. Это так называемые интерметалиды. Допустим, необходимо восстановить канал, артерию и так далее. И в принципе используются вещества, которые обладают памятью формы, те же самые металлы. То есть вводится небольшая пластиночка или вводится проволочка, которая по прошествии определенного времени или при определенной температуре, например, скручивается в спираль, ну это простейший пример, расширяет сосуд, какое-то время существует внутри этого сосуда, восстанавливая функции. Такие технологии появились недавно. Это не исключает вероятности того, что инопланетные цивилизации овладели подобными знаниями раньше. Если кто-то нас обогнал лет на 500 в своем развитии, то ничто не мешало вводить таким образом эти программные устройства 2000 лет назад и исследовать человечество таким образом, а может быть даже передавать ему информацию при необходимости. Все это вполне может объяснить улучшение здоровья Ирины Дорониной. Ученые полагают, что скоро можно будет лечить чипированием множество заболеваний. Очень такой спектр широкий использованный. Это различного рода протезы и имплантанты, допустим, связанные с изменением параметров работы костной ткани. Черепно-мозговые травмы прежде всего. вживляется металл, который абсолютно адекватно воспринимается костной тканью. Она нарастает вокруг. Технология заканчивается на том, что эта пластинка как бы вживляется внутрь костной ткани и дальше она не извлекается оттуда. Ничто не мешает предусмотреть в технологии последующую аннигиляцию этого металла. Это просто дорого пока. Пластинку нужно будет проглотить как таблетку или медицинские чипы будут вставляться в больные органы. Эта технология позволит обрести новые физические возможности. Можно усиливать способности человека с помощью вживления определенных устройств, которые усиливают звуки, то есть воздействуют непосредственно на среднее ухо, которые позволяют в зубе иметь передатчик, ну и так далее. То есть в принципе создание такого как бы в кавычках биоробота, потому что вообще-то это человек, который просто использует новые технологии. Это не просто какое-то дело отдаленного будущего. Некоторые исследователи полагают, что через чипированных людей пришельцы давно управляют ходом исторических событий на Земле. Эволюция человечества она не идет ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз. Она идет в строго определенном направлении. То есть если вот проследить весь период эволюционный, то получается, и управление происходит вот этим эволюционным путем, в том числе на уровне духовном, через людей, естественно, в том числе через определенные учения. Они выбирают индивидов, берут их под контроль и так реализуют свои планы. Есть мнение, что великий французский полководец Наполеон якобы был марионеткой в руках иного разума. Ряд уфологов они изучали якобы останки Наполеона. И потом биографы там целый ряд ученых-историков занимались этой проблемой и пришли к выводу, что якобы в череп Наполеона был внедрена такая металлическая пластинка размером где-то 12 миллиметров. И потом, когда ее изучили остатки, то в общем поняли, что под ней мог находиться чип. Удивительно, но у этой фантастической версии есть подтверждение. Биографы Наполеона нашли любопытный факт. Установили, что где-то в начале 1780-х годов он на какой-то период времени пропадал. Причем потом ему спрашивали, что с ним, где он был, болел ли он, он ничего не мог внятного сказать. И после этого вдруг начинается резкое восхождение Наполеона и его карьеры. Но, по мнению этих специалистов, в 1810 году якобы этот чип дает сбои. Сбоем работы чипа эти исследователи объясняют поражение Наполеона в ряде войн, в том числе и с Россией. И французский полководец не единственный, кто буквально исполнял волю небес. Носителями инопланетного чипа, как полагают специалисты, были известные мыслители, правители и даже ученые. Те люди, которые вели массы, к мнению которых прислушивались. Аналогичные чипы могли существовать и у Платона, и у Эйнштейна, и, соответственно, и у Александра Македонского. Есть даже предположение, что душа человека это тоже некий инопланетный чип, только в энергоинформационном виде. Когда человек рождается, я хочу еще раз подчеркнуть, ему, он наделяет его физическое тело наделяет душой. Это наделение душой делает кто-то из какой-то спецлаборатории. Не зря же говорят, у кого-то есть экстрасенсорные способности. То есть, ну, мы знаем, все практически говорят, укажет своя судьба, и все с этим согласны. Ученые полагают, что уже в ближайшее время люди будут осознанно вживлять себе в тело чипы с разными программами. Тогда, возможно, обмен мыслями на расстоянии перестанет быть чем-то из области фантастики. Это будет происходить подобно обмену СМС-сообщениями. Ученые полагают, что со временем подкожные чипы полностью заменят телефоны и компьютеры. Сейчас для того, чтобы отправить СМС-ку, необходимо все-таки достать определенный объект, набить и увидеть на дисплее, то через некоторое время достаточно будет вот так вот сделать руки, у вас появится экран, допустим, вот здесь будет у вас проектор, а здесь вы будете набирать сообщения, которые захотите отправить. Щелкните пальцами, оно ушло. Может ли быть, что сегодня реально кто-то общается с пришельцами? Валерий Маливанов утверждает, история тайных контактов правительства США с внеземным разумом началась в 1947 году, после того, как под городом Розуэлл рухнуло нечто похожее на летающую тарелку. По слухам, внутри находились четверо гуманоидов, один из которых еще был жив. само понятие НЛО началось с 1947 года, когда вот инопланетные цивилизации, существовавшие когда-то на Земле, спецслужбы всех стран мира стали признавать. Для расследования этого феномена была собрана команда из сотрудников Министерства обороны и военной разведки США. Мы знаем, что по этим неопознанным летательным объектам американцы создали специальных четыре института с несколькими полигонами, где они пытались воссоздать материал, из которого сделан НЛО, посмотреть медицинские характеристики тех инопланетных людей, которые попали вот в эту аварию. Но ни в США, ни в СССР тогда никто не знал, что с этим делать. Военные эксперты просто собирали наблюдения очевидцев и данные приборов. Оказалось, что случаи в появлении НЛО в воздушном пространстве обеих сверхдержав фиксируются до тысячи в год. И эти объекты явно не принадлежат противнику. По обе стороны океана было решено создать специальные, особо секретные подразделения, которые занимались только этой проблемой. Мы знаем, что спецслужбы какие были в Советском Союзе. Это КГБ СССР и это ГРУ, то есть военная разведка. И в каждой из этих служб были созданы специальные отделы, секретные совершенно отделы, которые занимались именно контактами вот с этими НЛО. Но нужны были не НЛО, нужны были технологии вот этих древних цивилизаций, которые, как подозревали наши спецслужбы и не только наши спецслужбы, они могли контактировать и влиять на умы и разумы людей. Понятно, что столь древние цивилизации инопланетные, они владели естественно не только гипнозом, они могли влезть в сознание человека. С 1954 года сообщения об НЛО стали засекречиваться. Их не стало меньше, но все делали вид, что ничего нет. По мнению исследователей, здесь и скрыт ключ к проблеме контакта с внеземными цивилизациями. На основе косвенных данных американские исследователи попытались восстановить картину событий начала 1954 года. 20 февраля на авиабазе Эдвардс приземлился самолет 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. В конце взлетной полосы уже стояла летающая тарелка корабль инопланетян. По словам участников тех событий, которые и ныне предпочитают оставаться неназванными, президент Эйзенхауэр поднялся на борт НЛО и даже подписал с пришельцами стратегический договор. С президентом США Эйзенхауэром на авиабазе Эдвардс состоялся переговор и даже было подписано якобы некое соглашение о том, что США предоставляет территорию свою для того, чтобы часть инопланетян, которые пострадали там, планета их якобы погибла и они соответственно им где-то нужно найти убежище и вот им предоставляется убежище в обмен на технологии. И вот такое сотрудничество существует. По мнению аналитиков проблема заключается в том, что президент Америки заключил с внеземной расой не просто пакт, а не нападение. Истина гораздо страшнее. Все дело в содержании договора с пришельцами. Эксперты утверждают, что американцы получили новейшие технологии в обмен на разрешение проводить эксперименты над людьми. Но вероятно одной территории Америки пришельцам показалось мало. В начале 90-х годов киевлянин Юрий Степанов столкнулся с одной довольно безобидной на первый взгляд проблемой. Однако он представить себе не мог, к чему его приведут поиски ее решения. В то время моему сыну было 3 года и начали замечать, что мой ребенок боится спать один, без света. И даже если ребенок засыпал при взрослых, он мог среди ночи проснуться и в страхе прибегал из своей комнаты. И вот я начал эту ситуацию разбираться с ней, что происходит. Начал обращаться к эзотерикам, начал искать литературу на эту тему. Исследование этой типичной ситуации привело к неожиданным результатам. Когда сын Юрия стал чуть взрослее, он смог нарисовать свои страхи. Но тут уже холодный уже сковал его отца. На первом рисунке был изображен гуманоид. Особенность этого гуманоида была то, что у него были черные большие глаза без зрачков, рот с щелкой, черты лица не выражены. На второй картинке мой ребенок лежит на операционном столе с одной опоры. Над ним склонились два гуманоида. К его телу тянется несколько шлангов. Один такой толстый, гофрированный, другие потоньше. Это то, что осталось в воспоминаниях моего ребенка и то, что он рассказывал в процессе зарисовки. где маленький ребенок мог увидеть подобное? Юрию Степанову оставалось предположить только одно. Его собственный сын действительно был похищен некими существами. Что они делали с ним? Физическое здоровье мальчика было в порядке. Но как этот опыт скажется в будущем на его психике? Дело в том, что в описанных событиях моим ребенком было продолжение. Были ситуации, когда он рассказывал о том, что он видит в квартире полупрозрачных сущностей. И эта ситуация начала меня волновать и я начал что-то предпринимать, делать, чтобы выйти и помочь моему ребенку избавиться от тех страхов и той ситуации, которая возникла. Юрий Степанов изучал эзотерическую литературу и общался с исследователями аномальных явлений. В итоге он разработал для сына психотерапевтическую систему. Он разговаривал с ребенком и рассказывал об иных мирах, разных существах и в итоге примирил сознание сына с его страшной сказкой. А позднее оказалось, что его мальчик был не одинок в своей беде и система пригодилась многим. Юрий Степанов рассказывает, что к нему обращаются люди, которые описывают примерно одно и то же. Похищение пилотами НЛО. Они даже не совсем понимают, что происходит, потому что в те мгновения, когда происходит похищение, что они чувствуют, это потеря контроля над своим телом, как я уже говорил. И первое, с кем они сталкиваются, это сталкиваются с биороботами. И биороботы обычно их препровождают непосредственно в НЛО, где дальше уже с ним происходят непосредственные события. Как правило, в НЛО находится тот гуманоид, который принимает решение, что дальше с человеком делать. Он либо общается, либо принимает решение о том, чтобы заблорать пленника или отключить ему сознание. Многие потерпевшие описывали медицинские опыты, которые якобы проводили с ними странные существа. По мнению Юрия Степанова, все эти рассказы часто оказываются правдой. Поделать с этим ничего нельзя. Однако можно снять негативные воспоминания и подсознательную травму, чем и занялся психолог. События, которые произошли с моим сыном, определенным образом промотивировали меня в определенном развитии себя. Имея два высших технических образования, я начал интересоваться эзотерикой, начал заниматься своим духовным развитием и во мне определенным образом провести некоторые способности. По словам Юрия Степанова, он работает как экстрасенс и с помощью шестого чувства позволяет пострадавшему самому справиться с пережитым ужасом. И таким образом человек открывается сверхспособности ясновидения, ясночувствования, яснознания, а у некоторых открывается и телепатический канал. И таким образом появляется возможность, если, например, было похищение, войти в то прошлое, где человек четко и подробно в осознаваемом уровне, на осознаваемом уровне может описать те события и в процессе проговаривания этих событий снимается самотравма или те неприятные ощущения, которые были через перепроживание этого опыта и через более глубокое осознание того, что с ним произошло. Арина Георгес учится на религиоведа. Эту специальность она выбрала, чтобы понять, что с ней происходит. Девушка утверждает, что ее дважды похищали инопланетяне. Впервые это произошло в 2009 году. Она находилась дома, в своей комнате и читала книгу. И вдруг я увидела какой-то белый свет, совершенно мне непонятный. Я на самом деле не поняла, как произошел переход, то, что я оказалась у них на корабле. Там была такая комната, мне показалось, она пустая. И там было где посетить, такие вот квадратные вещи, тоже белого цвета все было. И было очень свято, но непонятно, откуда источник света, если комната закрыта, там ни дверей, ничего нет. То есть непонятно, откуда свет шел. Арина рассказывает, что некий голос в голове предложил ей присесть. Перед ней появился квадратный предмет. Девушка его описывает, как белый пуфик без спинки, он будто возник из воздуха. Арина старалась рассмотреть тех, кто с ней общается, но из-за яркого света видела только силуэты гуманоидов. Они были высокими и тонкими. Арина вспоминает, что она их не боялась. Они мне сказали, то есть мы хотим тебе показать наши технологии, то есть мы перешли уже на такой уровень, что нам не требуется потреблять дерево, нам не требуется потреблять какие-то материалы, мы перешли на полный уровень цифровых технологий. То есть у нас почти все является цифровыми технологиями. По словам Арины, представители иного разума продемонстрировали ей, как у них выглядят книги. И у меня оказалась книга в руках. То есть появилась голография. Я вот начала читать, там вот листать, листать, она там как будто страница есть, она перелестывается. Это все как голография происходит. Арина утверждает, что инопланетяне также показали и красивые пейзажи с некими субтитрами на неизвестном языке. Изображение будто бы висело в воздухе. Ей объяснили, что эта цивилизация применяет технологии с минимальным потреблением ресурсов. Это якобы позволило им спасти природу. Они сказали то, что мы очень беспокоимся за вашу землю, потому что вы очень много потребляете ресурсов, то есть у нас тоже была такая проблема, вы потребляли ресурсы, а сейчас мы это уже не можем, то есть мы перешли на такие технологии, потому что мы хотим сохранить свою экологию. Вскоре Арину снова ослепил яркий свет, который перенес ее обратно домой. Она думала, что гостила у инопланетян минут 15, но оказалось, прошло намного больше времени. Девушка отсутствовала около 8 часов. Меня выбрали именно меня, потому что надеялись на какую-то долгосрочную перспективу, что я как-то расскажу о том, что я увидела, о том, что другие люди услышат, и они поймут, что в нашей земле действительно большие проблемы. Второй раз ее похитили, когда она была в гостях. Арина рассказывает, что внезапно почувствовала усталость и решила прилечь. Когда пришла в себя, долго думала, что продолжает спать. Ее окружали странные существа. Представители вот этой цивилизации, они как бы пол-люди, пол-осминоги. То есть у них вот ноги, как вот, ну, осьминоги, а сверху как люди выглядят. Ну, вот, немножко отличаются, потому что у них кожа цвет голубой, цвет кожи. Арина уверена, что попала на другую планету. Там все было не так, как на Земле. Казалось очень странным и непривычным. Там все темно, там очень, как бы, растительности мало. То есть там какая-то есть своеобразная, но ее очень мало. Там солнце очень далеко, то есть там полная темнота, но там какие-то они используют светодиодные лампочки или какую-то такую технологию. У них вот вся планета находится в какой-то воде, то есть, ну, или в жидкости. Девушка рассказывает, что осьминогообразные существа пытались ее о чем-то предупредить. Информационная у них была война и обычная война, и в итоге, то есть, у них цивилизация, она сейчас в полном крахе. То есть, почти вот их время подошло к концу. И они вот сейчас уже умирают, почти все последние, у них умирает, и не будет никакого развития. И они мне сказали, что такая же ситуация, как у нас, мы видим, что у вас на Земле вот именно информационная война, которая истощает. Существа сказали Арине, что такая же участь ждет и землян, если не прекратятся войны. У девушки возникло ощущение тревоги. Она почувствовала слабость, все вокруг поплыло, и она снова потеряла сознание. Исследователи полагают, что самые высокоразвитые внеземные существа вероятно овладели бессмертием. Они эволюционировали до состояния плазмы и могут существовать вечно. Некое суперсущество, оно выигрывает по всем параметрам. Оно может вести несколько логических цепочек. Оно начинает думать пространством. Ей не нужно появляться где-то в какой-то точке пространства. Оно может сделать все, что им необходимо, прямо на месте, находясь, как оно и есть. Чистая электронная форма жизни. Такое существо находится уже здесь. Оно уже среди нас. Оно спокойно влияет на наши мысли, спокойно влияет на любые материальные объекты. Незримо это сверхразумное сообщество может пребывать на земле, контролируя или меняя ход событий. Без проблем владеет временем. То есть оно может обладать такими лучами, обладать такими технологиями, что может видеть, что произойдет. Именно поэтому мы никогда практически не видим никаких обломков НЛО. Именно поэтому мы никогда практически не сталкиваемся с трупами пилотов и чем-то подобным. Потому что подобные события они просто вычисляются наперед и причина их ликвидируется. Вот в чем дело. Резкая смена направления движения, мгновенное перемещение на большое расстояние, зависание в воздухе. Так очевидцы описывают передвижение НЛО. Уже сегодня ряд ученых исследовавших феномен НЛО считает, что земные технологии весьма примитивны. Многие знания устарели или неточны. Возникает такой забавный момент в осмыслении, когда человек не может понять, как без реактивного шума технический объект пространства может резко поменять направление или резко остановиться. именно пересмотр некоторых законов физики это шаг к открытию новых технологий. Ответ на вопрос, как устроены и как летают НЛО. Некоторые эксперты полагают, что следует по-иному взглянуть на суть гравитации. Непосредственно по той же схеме яблоко может сменить направление. Если предположить, что на падающее яблоко будет воздействовать некое дополнительное поле, которое расположено сбоку, яблоко может поменять свою траекторию движения, начать двигаться в эту сторону. Также на том же принципе яблоко может остановиться, вплоть до моментальной остановки. Речь о полях, имеющих необычайно большой потенциал. Гравитационные поля это самая большая физическая сила, которая существует в природе. Каждое тело в галактике, а не только планеты с железным ядром, имеет свое гравитационное поле, утверждает физик Виктор Катющик. Поля пересекаются. Именно умение использовать их взаимную силу открывает новые возможности, которые вероятно известны иным цивилизациям. Также возможно, что корабли чужих создают собственные гравитационные поля. То есть окруженное гравитационным полем тело может бесконфликтно перемещаться через атмосферу. Мы не увидим горения этого самого тела в атмосфере. Оно может проникать в воду, не останавливаясь, не получая удара, поскольку взаимодействие происходит на базовом уровне поля. И нет принципиальных ограничений по перемещению тела через твердые породы, как это фантастически не звучит. То есть окруженное полем тело может проникать под земную трубу. твердые 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 подставки энергоресурса непосредственно к техническому устройству. Где бы вы ни находились, в каждой точке пространства присутствует гравитационное поле. Вы это поле можете использовать, вы можете прямо из этого поля черпать энергию. О какой энергии идет речь? Физик Альберт Красов пришел к заключению, что это так называемая энергия эфира. Считается, что эфир это среда заполняющая все мировое пространство и ответственная за любые взаимодействия волн и тел и все физические явления. Есть версия, что Никола Тесла знал секрет выделения энергии из эфира. Лукреция, например, считал, что это мельчайшие частицы, из которых состоят звезды и все остальное. Более-менее прагматично к этому уже подошел Декарт. То есть он понял, что это среда с определенными свойствами, которые необходимо серьезно изучать. В свое время теория эфира была отвергнута современными учеными. Сегодня исследователи начинают ею интересоваться вновь, хотя она противоречит некоторым общепринятым законам физики. Закон сохранения энергии работает, если пространство замкнутое. А если есть эфир, если есть среда, тем более, как сейчас выяснилось, очень энергонасыщенная, если есть среда для передачи какой-либо энергии, тогда закон сохранения энергии это просто профанация, это просто как схема удобная для расчетов, не более того. Альберт Красов внимательно следит за научными исследованиями. Он называет теорию эфира истинным учением, которое объясняет открытие до последних лет. Ученые столкнулись с тем, что из пространства начинают возникать частицы, при столкновении частиц или разрушении частиц. Это нужно было как-то объяснять. Теперь, сейчас еще введена теория Хиггса, бозона, бозона Хиггса. Соответственно, уже появились частицы в пространстве в физическом вакууме появились частицы. Теперь еще выясняется, что эти частицы состоят из других частиц. То есть, шаг за шагом мы возвращаемся к тому, что было заложено в этих первоначальных теориях. Когда же секретные технологии НЛО станут доступны людям? Возможно, это произойдет скоро. Физики Эмиль Бекташев и Павел Лавриненко много лет работают над разгадкой секретных технологий НЛО. Они утверждают, что стоят на пороге открытия. Вот эта летающая платформа отрывается от поверхности и взлетает по принципу эффекта Бифельда Брауна. Платформу над столом держат несколько ниточек. Если их перерезать, то она улетит. Сегодня модели, использующие эффект Бифельда Брауна, строят школьники в кружках. Это вертикальный треугольник, ребра которого сделаны из алюминия, а на острие углов лежит тончайшая проволока. Если пустить по проволоке высокое напряжение 350-380 вольт, возникает ионизация атомов воздуха, и все объекты воспаряют. Проблема лишь в том, что необходимо мощное напряжение. Состоит из конденсатора, имеющего несколько электродов. Один электрод нижней большой площади, электрод верхней, маленькой площади. между ними создается разность потенциалов, порядка 30 тысяч вольт, и это приводит при взаимодействии с окружающей средой к появлению силы, способной поднять данную конструкцию в воздух. Она поднимает не только себя, но еще и поднимает полезный груз, равный весу самого летательного аппарата. Вот в этой конструкции не хватает одной детали легкого автономного источника энергии. На Земле не разработаны источники энергии, которые бы имели параметры 1 ватт, 1 грамм при таком соотношении мощности и веса. А именно такие параметры необходимы для того, чтобы такие летательные аппараты на таком принципе сделать автономными, чтобы они не были связаны с землей проводами, по которым мы подводим питание для этих аппаратов. Физик Эмиль Бекташев как раз и работает над созданием двигателя, который в будущем можно будет поставить на летающую платформу. Как исследователь я заинтересовался тем, что возможно ли построить двигатель или генератор только исходящий из одних магнитов. Мы построили некое устройство, которое показывает, что без вот этих подталкивающих магнитов вот эта конструкция в принципе вращаться не может. В будущем подобный магнитный двигатель будет работать без тока. Но для этого его нужно немного усовершенствовать. Сегодня разработка объясняет физик пока еще не идеально. Тут 0,05 ампера и 0,7 вольта. По сути дела это получается 0,03 ватта. При такой мощности даже не может загореться светодиод. Он не может гореть при такой мощности. Но вот эта мощность позволяет вот таким маленьким двигателем вращать почти килограммовый ротор. Что в принципе если убрать все магниты он просто не сдвинет эту конструкцию. Это говорит о том что действительно магниты могут использоваться по крайней мере для подталкивания вращения в обычных двигателях. А вот внеземные цивилизации очевидно нашли автономный источник энергии уверен Павел Лаврененко. К такому выводу физик пришел после того как тщательно изучил снимки НЛО которые ему удалось сделать самостоятельно. Видны отдельные элементы этих тарелок видно что через отдельные электроды имеющиеся в конструкции этих тарелок проскакивают какие-то достаточно большие по размеру соизмеримые с размерами летательного аппарата дуги электрические то есть какие-то электрические разряды которые видимо необходимы для управления положением этого аппарата. Исследователь изучил облака вокруг летательного аппарата на своем фотоснимке. Имеются некие разрывы пространства которые видны на фотографиях как разрез отдельных облаков в некоторых плоскостях в районе этого летательного аппарата. То есть такое складывается впечатление что некое пространство как бы или сжимается или разжимается часть облаков справа не стыкуется по изображению слева причем разрез по прямой линии как будто две фотографии разрезаются ножницами и склеиваются рядом. Если с помощью обычной фототехники сделать снимок движущегося автомобиля то изображение будет смазано а вот НЛО на фото выходит иначе. Скорее всего у него иной способ передвижения исследователь полагает что тарелки передвигаются на тысячи километров сжимая впереди себя пространство. Мы ее фотографируем и на фотографии она оказывается почти что неподвижна. Объяснить это только можно тем что эти объекты перемещаются скачкообразно и в каждый момент времени когда мы ее фиксируем на фотоаппарат мы фиксируем в каком-то определенном положении этот объект в пространстве не фиксируя промежуточные состояния. Военные по-прежнему фиксируют в сутки около тысячи случаев появления НЛО в ближнем космосе и воздушном пространстве Земли. Астрономы видят как на Луне паркуются гигантские корабли. Жители аномальных зон привыкли к пролетам летающих тарелок. Правительство засекречивает всю подобную информацию а наука продолжает искать естественное объяснение. Хотя самая простая версия это не наши аппараты в небе чужие корабли на Луне и иные формы жизни ведут вокруг активную деятельность. Люди так привыкли ощущать себя хозяевами этой планеты что не могут допустить и мысли что не одни в собственном доме. Это слишком страшно. задуматься кто же реально чужой на земле и страх пока не дает нам двигаться дальше. Как спецслужбы связаны с проблемой НЛО? Мы получили доступ к тысячам страниц секретных документов. Какие страны имеют секретные технологии в авиации? Четыре страны в мире способны имитировать паралеты межпланетных вот этих аппаратов космических. Почему скрывается правда о неопознанных объектах? Мы больше не нуждались в фармацевтических компаниях, нефтяных компаниях, больших корпорациях, банках. Вы видите уникальные кадры. Этот неопознанный летающий объект был снят на видео 19 августа 2013 года американским астронавтом Крисом Кассиди вблизи Международной космической станции. После съемки Кассиди сообщил об увиденном в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне. И это далеко не первый случай наблюдения НЛО астронавтами и космонавтами. Что касается неопознанных объектов, конечно, наблюдали это естественно неопознанный летающий объект. То есть какой-то летит объект, светится. Позже российские специалисты сообщили, что астронавт Кассиди принял за НЛО чехол от одной из антенн модуля «Звезда». Но так ли это на самом деле? Двумя годами ранее видеокамера, установленная на МКС, зафиксировала пролет НЛО. И он был показан в прямом эфире американских телеканалов. Вот еще кадры. 20 мая 1991 года. Съемка ведется из иллюминатора космической станции МИР. Камера находится в руках российского космонавта Мусы Монарова. Это момент стыковки с кораблем «Союз-ТМ-12», на котором прибывает девятая основная экспедиция. На кадрах рядом с кораблем отчетливо виден странный сигарообразный объект. Он удаляется от модуля. Вначале космонавты предполагают, что это часть конструкции «Союза». Однако от корабля просто нечему отделиться. Продолговатый объект вращается и меняет яркость. Муса Монаров пытается снять его в максимальном приближении. Сфокусироваться невозможно. Объект находится дальше 100 метров. Службы космической разведки внимательно отслеживают весь орбитальный Мусыр. во время стыковки мира и Союза-12 рядом не было никаких лишних предметов. Я не фанат, не сумасшедший, поэтому мое мнение такое, что если говорить о бытнопланетянах, то скорее всего они на Земле были. Но они были несколько тысяч лет назад. Сейчас вот то, что они летают, значит, каждый день их кто-то видит, они когда-то прилетали и прилетят наверное еще. И все же несмотря на изобилие видеосъемок, фотографий, даже картин, написанных столетия назад, правда о том, что такое НЛО продолжает оставаться тайной. 500 лет назад загадочные огни и странные объекты в небе было принято объяснять сверхъестественными причинами. Есть, скажем, старинная картина 1484 года известного художника Кривелли. Я ее увидел в музее Англии и попросил дать мне репродукцию. Там нарисована летающая тарелка. Я-то считал, что тарелки это только самолеты, ракеты, вертолеты, там и прочие наши дела. Но в 1484 году не было такой техники в небе. А тарелка нарисована. Неужели сегодня в эпоху спутникового слежения и камер высокой четкости никто не знает, что это за объект? Или кому-то выгодно замалчивать истину? Больше половины людей на земле считает, что правительства мировых держав скрывают информацию об НЛО. Это мнение основано на многочисленных наблюдениях летающих тарелок. Кроме того, в прессу просачиваются сенсационные откровения военных и ученых, якобы принимавших участие в секретных программах, связанных с инопланетянами. Интерес к НЛО этих двух категорий лиц понятен. Он в их компетенции. Но есть и обычные люди, утверждающие, что видели или даже общались с пришельцами. Американка Шерри Уальд называет себя экстрасенсом и уверяет, что регулярно выходят на контакт с представителями внеземных цивилизаций. Всю жизнь я контактировала с существами, жителями других измерений. По словам этой женщины, все происходит так, как описывают художественные и документальные фильмы. Яркий свет в окно, белый луч, который переносит ее на космический корабль. Но некоторые встречи запомнились ей особенно. мне было около восьми или девяти лет и меня подняли на поверхность планеты и показали разрушение Земли. Это было, как оказалось, точнее, как я теперь понимаю, цунами. И это очень четко выделялось среди прочего у меня в голове. Шерри Уальд рассказывает, что существа, которых она встречает на корабле, общаются с ней в основном телепатически. Есть несколько различных способов их общения. Иногда я слышу голос у себя в голове, когда я с ними. Это телепатия. Но этот голос имеет очень четкое звучание, как что-то все равно, что мы сейчас разговариваем с вами, я слышу ваш голос. Есть и более спокойный способ нашего общения. Это сложно описать, но ощущение, как будто я слышу мысли, скинутые мысли. Я называю их загрузками. Они делают что-то в этом роде, загружают информацию в мою голову. И кажется, что я это просто помню. По утверждению Шерри, происходящее с ней нельзя назвать обычным похищением. Экстрасенс считает, что Землю посещают разные пришельцы с добрыми и злыми намерениями. По ее словам, она общается с гуманными существами, причем чуть ли не на равном. они не выбирали меня. Я выбрала их. Я решила прийти добровольно сама до того, как я воплотилась в человеческом теле. Так что я сама решила прийти сюда и участвовать в этой программе. Это волонтерская программа. Она идет примерно с конца 40-х годов, когда было определено, что люди с планеты Земля возможно на пути к тому, чтобы рано или поздно уничтожить Землю. Они взорвали атомную бомбу. Планета встала на путь своего разрушения. По мнению Шерри, на нашей планете в облике людей живет некоторое количество существ, призванных спасать цивилизацию и развивать духовные ценности. Далеко не все из них помнят о своей связи с космосом, но все четко понимают задачи. Экстрасенс утверждает, что они своего рода прогрессоры. Это не высказанный закон Вселенной, просто правило, очень действенное правило Вселенной. Ты не можешь вмешиваться в развитие другой расы, и ты должен позволить им найти свой путь. Однако, Богом быть трудно и не всегда удается убедить людей в своей правоте. Над этим феноменом много насмехаются, особенно в США. Большая часть Америки запрограммирована телевидением, шоу, СМИ, смеяться над людьми, которые заявляют о своих связях с межпланетными существами. Так что люди смотрят на тебя как на сумасшедшую, за исключением тех, у кого был свой опыт, или достаточно сознательными, чтобы понимать, что мы не одни во Вселенной. Но это связано с большим страхом, который вселили в людей, чтобы держать их под контролем. У этой женщины нет доказательств своих рассказов. Ни одного снимка НЛО или гуманоида. По словам Шерри, пришельцы и их корабли находятся в иных измерениях и используют более высокие частотные вибрации, поэтому их не получится сфотографировать. Это не противоречит некоторым теориям физики. Но самое поразительное, что к подобным рассказам пристальный интерес проявляют спецслужбы. Вот что рассказывает высокопоставленный офицер госбезопасности историк Валерий Малеватный. У меня вот друг есть, бывший майор КГБ. Его в 33 года ударила молния. Он встал и пошел. После этого он стал экстрасентом. Он стал общаться с теми инопланетными цивилизациями, которые, нет, нет, к нему приходят. То есть на контакт они могут и не идти. Но если это их человек, они могут прийти и сказать. Ну, пример очень яркий, я считаю, пример это Менделеев. Ему вдруг ни с того ни с сего приснилась таблица вот этих вот химических элементов, которые до сих пор фактически являются, там даже пустые клетки, они на сегодняшний день заполняются. Откуда? Однако, далеко не все очевидцы НЛО рассказывали о добрых пришельцах. Большинство говорит о бесчеловечных опытах и медицинских экспериментах. Ряд деталей наводит на мысль о некой генетической программе. В пользу этой теории говорят факты похищения беременных. По выводам исследователей, пришельцы воздействуют на плод. Как полагает американский историк и писатель Ричард Доллан, на нашей планете есть существа, которые выглядят как люди, но на самом деле являются именными. Если бы мы были пришельцами, которые выглядели бы очень странно, нам бы не удалось с легкостью ходить среди людей. Мы бы всех пугали. Все бы от нас убегали и хотели бы нас убить. Мы бы захотели завербовать кого-то, кто выглядит так же, как люди, чтобы они работали на нас. Можно было бы усовершенствовать их генетически, вставить в их мозг маленькие имплантанты, сделать их очень умными и похожими на других людей. Дело в том, что истории очевидцев о таких людях огромное количество. По мнению целого ряда исследователей, все эти факты говорят только об одном. Пришельцы ведут длительную программу по изменению генетического кода людей в течение нескольких поколений. Возможно, чтобы понять, какие из внедряемых чужеродных генетических особенностей способны приживаться в человеческом теле. Американский эксперт по проблемам НЛО Стивен Массетт считает, что здесь и скрыта самая страшная истина. Согласно многим сообщениям, они пытаются создавать гибридные формы. У них невероятно продвинутая генетика. И это не должно никого удивлять, хотя наши возможности в генетике очень велики, по нашему мнению, а мы, по сути, только слезли с деревьев. И с учетом свидетельств о существовании гибридов, вопрос стоит именно так, живут ли эти гибриды среди нас. Экстрасенс Шерри Уальд считает, что генетическую программу начали добрые пришельцы, чтобы спасти уникальные формы земной жизни в случае ядерных катастроф. Гибридная программа, которая идет в основном с целью сохранить генетику, ДНК планеты живым. Было решено использовать немного ДНК человека, интегрировать его и продолжить человеческий род. Так что мы создаем жизнь и осеменяем планеты. Это то, чем мы занимаемся, чтобы продолжить ДНК человека. Однако та же Шерри не спорит, что генетическими экспериментами над людьми могут заниматься и другие пришельцы. Согласно некоторым теориям, отдельные расы инопланетян пытаются постепенно заменить человечество гибридными существами. И, что вполне возможно, совсем не для того, чтобы распылять человеческую ДНК по другим планетам Вселенной. Есть более тревожная версия. Якобы пришельцы готовят плацдарм для будущего глобального вторжения на Землю. Они есть в нашем небе? Конечно. Приземлялись они? Естественно. Есть ли у них большие корабли, на которых базируются тарелки? Вполне вероятно, эти большие корабли уже видели. Есть у них базы. Вероятно, это было бы естественно, учитывая количество кораблей, которые уже успели заметить. Должно же быть место, откуда они действуют. Находятся ли они среди нас, обычных людей? Здесь все становится совсем интересно. Удивит ли меня это? Нет. Донни Хейер работала делопроизводителем фотолаборатории НАСА в течение 19 лет. За это время с ней произошло несколько удивительных историй. Когда ей было 26, она подрабатывала моделью на выставке автомобилей. Донни показалось, что кто-то наблюдает за ней. Она заметила двоих высоких незнакомцев в черных костюмах. Они были как из другого мира. На выставку автомобилей все обычно приходят в синих джинсах. Да, никто в пиджаках не ходит, в них жарко. Как бы то ни было, оба они подошли ко мне и Низкий начал говорить о моих костях. У меня крупные черты лица, крупный подбородок. Я делала себе пластическую операцию. Тогда я выглядела совсем не так, как сейчас. Они стали разговаривать о строении моих костей. И я подумала, о боже, мне не понравилось то, о чем они говорили. Один из незнакомцев спросил, как вы смотрите на то, чтобы оказаться первой женщиной в космосе. Донна ответила, что у нее есть муж и ребенок и что она не хочет никуда уезжать. Незнакомец начал говорить о темной стороне Луны, пришельцах и прочих вещах. Я спросила, откуда вы обо всем этом столько знаете? Я задавала им разные вопросы. Как выглядят эти существа? Они похожи на людей. У некоторых есть волосы. То есть он начал подробно описывать различных существ. И я спросила, откуда вы столько знаете? Он ответил, что работает на организацию, которая интересуется такими вопросами. Через несколько дней Донна набрала номер, указанный на карточке. Трубку взял некто и просто приказал слушать. Но ничего не было слышно. Через минуту молчания женщина повесила трубку и выбросила карточку. Донна до сих пор не понимает, что же произошло с ней во время того телефонного разговора. Позднее она задалась вопросом, как же выглядит НЛО. Женщина знала, что они существуют, но до сих пор не видела ни одного. Как вдруг? Я шла по шоссе 145 одним приятным утром. Просто прогуливалась по дороге. И вдруг я увидела огромное НЛО треугольной формы. Он пролетел прямо надо мной. На дне корабля синим цветом мерцал треугольник. Я посмотрела на него. Сразу после этого случая в дом к семье Хайер пришли агенты американских спецслужб. Они были в белых рубашках и черных брюках. У них были небольшие микрофоны. Донна начала их фотографировать, и они сразу же ушли. Они зашли в дом и очень вежливо попросили меня никому не рассказывать о том, что я видела. Мой муж в то время в гараже чинил наш автомобиль. В общем, из гаража доносились громкие звуки. Двое мужчин сели на диван, и я сказала им, он строит НЛО в гараже. Они подскочили и собрались направиться туда. Я сказала, ребята, я пошутила, вы думаете, построить НЛО так просто? С этого момента за семью Хайер была установлена тотальная слежка. Прослушивались телефонные переговоры, просматривалась почта. Даже походы по магазинам стали проходить под всевидящим оком агентов. Это продолжалось несколько месяцев, пока люди в черном не убедились, что Донна и ее семья не представляют интереса. Неужели подтверждаются самые смелые догадки журналистов и независимых исследователей, будто чужие не только спокойно имеют на территории многих стран базы, где занимаются своими делами, но еще и находятся под крылом спецслужб. Этот вопрос самый засекреченный вопрос военной разведки. Более секретной информации не существует. И правительство не скажет нам ничего, если оно не хочет, чтобы мы это знали. Но если это так, почему же те, кого считают инопланетянами, чувствуют себя на нашей планете столь вольготно? Может ли быть так, что они-то как раз коренные обитатели Земли? Ответ на этот вопрос можно найти в древних шумерских текстах и в Библии. По версии историка Александра Батта, те, кого мы назвали бы пришельцами, появились на нашей планете гораздо раньше нас. Михаил Бенке говорит, что он напряг свое воображение и создал образ себе подобный в мысли своей, то есть похожий на него. А в Библии тоже написано, значит, что создадим человека по образу нашему и подобию нашему, Бог говорит. То есть человек был создан по образу вот этих богов или инопланетян, которые их создавали. Как предполагает историк, найти подтверждение этому факту в наше время достаточно легко. Люди создают подвижных роботов, похожих на себя. Две ноги, две руки. Такой же способ передвижения. Более того, роботов даже учат играть в футбол или хоккей. Поэтому вполне логично, что инопланетяне создавали бы нас по своему образу и подобию. Им нужно было лишь подобрать биологическое существо, похожее на них, и облагородить их. Опять же, и в Библии, и в Мехах указывается, что человек был создан как помощник. То есть, это была необходимость. Не прихоть, не какое-то там стремление к чему-то, к научно-исследовательскому, а это была жесткая необходимость. И вот они возраптали, попросили главного бога создать им помощника или чем-то заменить. И вот этот бог инки создал, значит, человека, подобного ему. То же самое говорится и в Библии. Как полагает Александр Бат, чтобы создать человека-помощника пришельцев, было необходимо подобрать особь из земной биологической среды. По одной из версий, этим существом стала обычная обезьяна. И доказательства этого содержатся в древних шумерских текстах. У них, видно, на их родине были механические андроиды, но здесь-то они не могли создать, поскольку эта экспедиция, похоже, просто застряла на планете, неожиданно для себя. Не планировала так долго. Поэтому понадобился помощник. Помощника сделали из биологической среды, подобрали обезьяну. Вопросы о пришельцах периодически задаются действующим президентом на открытых пресс-конференциях. Главы государств неизменно отшучиваются или опровергают слухи о существовании инопланетян. Но в последнее время все больше высокопоставленных чиновников шокирует прессу рассказами о контактах с неопознанными летающими объектами. Бывший министр обороны Канады, вице-премьер правительства Пол Хилье сделал сенсационный доклад. В этом докладе о сокрытии фактов об НЛО он сказал. Секретность, вовлеченная во все дела, имеющие отношение к инсценденту в Розуэле не имело себе равных. Классификация была с самого начала сверхсовершенно секретна. И таким образом огромное большинство официальных лиц Соединенных Штатов Америки и политических деятелей стран-союзников, не говоря уже о простом министре обороны, никогда не были в курсе дела. По словам экс-министра обороны Канады, в 1961 году было обнаружено около 50 неопознанных летающих объектов, летевших со стороны России в Европу. Вдруг все объекты неожиданно изменили траекторию движения и направились к Северному полюсу. Верховное командование страны, по словам Пола Хилье, тогда провело расследование и установило, что как минимум четыре вида инопланетной жизни посещали Землю в течение нескольких тысяч лет. Еще в 2005 году Пол Хилье присоединился к трем неправительственным организациям, обратившихся к парламенту Канады с просьбой начать общественные слушания по теме экзополитики отношений с внеземными цивилизациями. Под термином инопланетяне господин Хилье и эти организации подразумевают развитые внеземные цивилизации, которые в настоящее время могут посещать Землю. Более того, Пол Хилье предупредил мир о том, что вооруженные силы США разрабатывают оружие, которое могло бы использоваться против внеземных цивилизаций. Исполнительный директор исследовательской организации Paradigm Research Group Стивен Бассетт полагает, что правительство всех стран мира и в особенности Соединенные Штаты Америки намеренно скрывают информацию об этом феномене. Я называю это запретом на правду. Почему запрет на правду, а не укрывательство? Потому что это политика правительства. Все было по закону. Укрывательство подразумевает беззаконие. Запрет на правду был установлен Соединенными Штатами и их союзниками. Укрывательство данных об НЛО принято называть интересами национальной безопасности. Именно так по этой версии оправдывали сокрытие информации о падении летающей тарелки в Розуэле в 1947 году и Вашингтонскую карусель в 1952 году. По мнению Стивена Бассетта, именно тогда, на рубеже 40-х и 50-х годов прошлого века, перед правительством США встала огромная проблема. Как утаить от своих граждан информацию о том, кто же все-таки летает у них над головой? В общественном месте взрывается инопланетный диск и в США принимается решение самим Трумэном, который находит поддержку у союзников в 1947 году. Решение скрыть факты, которые они узнали об этом инопланетном явлении и не признавать их до поры до времени. Как полагает Стивен Бассетт, именно по этой причине в 1947 году президент США Гарри Трумэн создал сверхсекретную структуру по укрывательству фактов появления НЛО и аномальных явлений. Эту организацию назвали Маджестик-12. Но кем являются эти 12 избраны? Похоже, у американского эксперта по проблемам НЛО Стивена Бассета есть ответ на этот вопрос. Он считает, что эта спецслужба работает и сегодня, хотя ее существование официально отрицается. МДжей-12 стало названием применимым к любой группе или группам, перед которыми с 40-х годов стояла задача работать с этой проблемой в составе межведомственных комитетов. Я уверен, в большинстве случаев так и было, в условиях строгой секретности. С годами названия менялись, групп могло быть больше, кто знает, но МДжей-12 стало символом таких правительственных групп. В последнее время рядом с проектом Маджестик-12 стал упоминаться не менее секретный ПИ-40. Как полагает историк Виктор Бумагин, суть этого проекта объединение всех секретных структур мира, которые занимаются изучением проблемы НЛО и аномальных явлений. Как стало известно Виктору Бумагину, в ведении этой организации более 20 проектов. И всех их курирует близкая к МДжей-12 структура под названием ПИ-40. Причем эта структура в общем-то координирует не только американские, но и международные программы. Но что касается международных аспектов сотрудничества в рамках программ, курируемых ПИ-40, существует, например, такое утверждение, что в настоящее время четыре страны в мире способны имитировать пролеты межпланетных вот этих аппаратов космических. Это Соединенные Штаты, Россия, Австралия, Великобритания. Как рассказывает американский историк Ричард Доллан, даже внутри этой засекреченной системы есть люди, которые готовы довести до мировой общественности всю правду о существовании внеземных цивилизаций. Более того, некоторые попытки довести информацию по проблемам НЛО до людей были успешно реализованы. Любые доклады военных и ученых об НЛО всегда автоматически приобретали гриф секрета. Хотя в конце 1970-х годов в США был принят закон о свободном доступе к информации. Он позволил исследователям запрашивать в правительстве все ранее засекреченные документы о летающих тарелках. Однако, если не знать номер, название или дату документа, а также раздел или ведомство, по которому он проходит, получить его невозможно. В конце 70-х и в начале 80-х годов мы получили доступ к тысячам страниц секретных документов об НЛО, которые были обнародованы. Вопрос в том, почему они были засекречены. Если вы прочтете эти документы, то легко поймете, почему так произошло. Это на самом деле очень серьезные документы, и во многих из них говорится о высоком уровне озабоченности сотрудников разведки проблемой НЛО. Они были в замешательстве. Более того, в широком доступе появился американский проект под названием «Синяя книга». Эксперты по проблемам НЛО считают его самым первым и самым главным проектом по изучению неопознанных летающих объектов. Считается, что только в рамках этого проекта были зафиксированы тысячи случаев наблюдения НЛО вооруженными силами США. Проект «Синяя книга», которая в течение 40-х, 50-х и 60-х годов являлась официальным проектом ВВС США по регистрации случаев наблюдения НЛО. Всего в «Синей книге» было более 12 тысяч сообщений, из которых о примерно 700 объектах было сказано, что они совершенно не поддаются идентификации. И это только в «Синей книге». За 22 года существования этого проекта американские военные получили более 12,5 тысяч письменных свидетельств об НЛО. Большая часть из них после тщательного анализа по мнению сотрудников проекта оказалась либо воздушными судами, либо какими-то атмосферными явлениями. Тем не менее, около 700 случаев так и остались необъясненными. Вполне возможно, что это были случаи наблюдения реальных, неопознанных летающих объектов. На самом деле, НЛО наблюдались повсеместно, как рядом с военными объектами, так и рядом с гражданскими. И нет такой страны, где бы их не видели. В ранние годы изучения этого вопроса американские исследователи думали, что такие вещи происходят только в Соединенных Штатах. Но подобные случаи фиксировались везде, в Европе и в России. По мнению Ричарда Долана, с доказательствами наблюдений неопознанных летающих объектов существуют две очень важные проблемы. Первая. Большая часть случаев наблюдения не находит подтверждения при научной проверке. Вторая. НЛО слишком много, и они продолжают появляться. Как полагает эксперт, нельзя отбрасывать возможность существования НЛО только потому, что наука не нашла этому объяснение. Доктор философии Майкл Салла популярный американский политолог, который основал целую науку экзополитикой. Кроме того, эксперт вот уже 30 лет исследует рассекреченные архивы ФБР и ЦРУ, утечки секретной информации и рассказы очевидцев. Эти исследования проводились при участии пилотов, профессиональных авиаторов, специалистов воздухоплавания, которые вряд ли будут преувеличивать что-либо. Данные, полученные специалистами в ходе работы, стали первыми в своем роде. Вначале исследователи изучали сообщения о 200-300 появлениях неопознанных летающих объектов и впоследствии выяснилось, что таких явлений насчитывают сотни, АТО и тысячи. Феномен НЛО известен во всем мире, но наибольшее количество наблюдений неопознанных летательных аппаратов происходит в местах, где расположены военные объекты, и особенно в районах, где проводятся военные операции высшего уровня. Даже известны несколько случаев, когда НЛО вмешивались в военные учения с использованием ядерного оружия. Неожиданно появлялись и выводили из строя новейшие системы вооружения. Эксперты отметили, что активность неопознанных летающих объектов связана не только временными циклами, но и развитием технологий. В конце 40-х годов прошлого века начались массовые испытания атомного оружия. В 50-е годы войны в Юго-Восточной Азии и локальные военные столкновения в Европе. В 60-е годы запуск человека в космос и снова вооруженные конфликты. И каждый новый виток гонки вооружений вызывает всплеск активности НЛО. Развитие и совершенствование передовых технологий в создании разрушительного оружия в США и других странах область которая тщательно отслеживается внеземными существами начиная с 40-х годов прошлого века когда только начали создавать первое атомное оружие. На мой взгляд исходя из имеющихся у нас доказательств некоторые из изобретенных разрушительных технологий были преднамеренно использованы против внеземных летающих объектов. Эксперты по проблемам НЛО и аномальных явлений называют несколько ключевых дат кардинально изменивших общественное мнение насчет НЛО. 1947 1952 1954 и 1962 год. Именно тогда образ летающей тарелки укоренился в массовом сознании людей. Но какими же событиями связанными с аномальными явлениями прославилась та эпоха? Падением серебристого диска в розовую зловещими огнями в небе над Белым домом слухами о самой первой встрече президента США Айзенхауэра с пришельцами и гибелью Джона Кеннеди искавшего правду об НЛО. Но мало кто знает что все точки над и в этом вопросе были расставлены гораздо позже в марте 1983 года. Именно тогда 40-й президент США Рональд Рейган объявил о создании проекта СОВИ стратегической оборонной инициативе или как его еще называют звездных войн. В СССР создание этой системы восприняли как новый этап холодной войны и очередной виток гонки вооружений. Но возможно все было иначе. Пожалуй самой любопытной стороной проекта звездные войны была секретная программа по использованию энергетического оружия и сфокусированных лазерных лучей. Они могли использоваться против инопланетных кораблей. Так в Лонг-Айленде три инопланетных корабля были подбиты благодаря использованию такого оружия. Два из них были полностью разрушены, а третьему все-таки удалось скрыться. По данным Майкла Салла пришельцы оставшиеся в разрушенных кораблях подлежали тщательному изучению секретными организациями, курирующими программу звездные войны. Как полагает Майкл Салла, это оружие разрабатывалось не столько для того, чтобы положить конец холодной войне, сколько для борьбы с инопланетянами. Но есть и другое место. Генерал-лейтенант в отставке Алексей Савин полагает, что программа звездных войн была задумана как система управления мозговой деятельности всего человечества. Они считают земной шар своим американцам и те, кто манипулирует этими учеными. И они считают, что все должно быть управляемо. И если они научатся вмешиваться в наш мозг, научатся управлять нашими мыслительными процессами вплоть до привития вкусовых каких-то качеств, не говоря уже о физиологических каких-то вещах, которые очень-то легко изменить. А вот именно войти в мозг, заставить человека думать, как они хотят. Мало кто знает, что еще в 1940 году за 7 лет до событий в Розуэле возле немецкого городка Эссен летчикам Люфтваффе удалось сбить неопознанный летающий объект с пришельцами на борту. В подтверждение этого факта совсем недавно в архивах 1940-х годов был обнаружен весьма любопытный документ за подбищу заместителя Народного комиссара госбезопасности СССР Богдана Кабулова. В открытом доступе можно найти множество документов рассекреченных в соответствии с законом об информации. Можно найти архивы, а также другие незаконно рассекреченные улики, подтверждающие реальность существования феномена НЛО и посещения Земли инопланетянами. Вот докладная на имя Иосифа Сталина. Пометки на полях подтверждают, что Сталин отнесся к этому документу очень внимательно. Работать над этой темой поручили тогда малокому известному конструктору Сергею Павловичу Королеву, который в то время находился в заключении в московской спецтюрьме НКВД СССР. Королев ездил к Сталину, и был разговор на эту тему. Он заинтересовался этим, и насколько это было возможно. И была создана лаборатория, которая, в общем-то, стала заниматься этими исследованиями. Это была очень активная тема для обсуждения, и он тоже поставил вопрос о том, что у нас подобные исследования должны были делаться. По масштабам сокрытия информации о неопознанных летающих объектах Советский Союз не отставал от своего заокеанского противника. Так родилась программа по изучению неопознанных летающих объектов под кодовым названием «Сетка». Сотрудники оперативной группы ГГБ, которая курировала проект «Сетка», регулярно делали выборку выявленных аномальных явлений. Вы понимаете, сокрытие вот то, что происходит с феноменом НЛО, с одной стороны психология человечества еще такова, что все новейшие достижения, которые были за этот период развития цивилизации, они все фактически шли на нужды военных, даже не самообороны, а более таких агрессивных направлений. Информация об аномальных природных явлениях и неопознанных летающих объектах собиралась по всей территории СССР и поступала в один из секретных НИИ под Москвой. За более чем десятилетнюю историю были подтверждены более двух тысяч таких случаев. Из них 1800 было связано с геопатогенными природными явлениями, а остальные 560 такая старость неопределенно. Я начала работать где-то в 1984 году в Киевской комиссии тогда там жила. По аномальным явлениям писем приходило очень много. То есть если в группу аномальщиков ходило человек 30, то каждому доставалось по сотне писем в месяц обработать и ответить. Но конечно там шел нужно было очень много отсеивать информации. Дальнейшие наблюдения за НЛО показали, что они чаще всего появляются в так называемых аномальных зонах. Как правило эти места расположены на месте разлома в земной коры. Предположительно такие трещины выделяют определенный вид энергии. По мнению бывшего консультанта Федеральной службы охраны Юрия Малина пилоты летающих тарелок ориентируются по геомагнитным показателям нашей планеты. Вообще сейчас происходят интересные события. Меняется геомагнитная структура Земли. У нас ведь если в поисковой любой системе набрать землетрясение от 10 до 40 землетрясений в сутки происходит. Ну на Аляске это уже по 3-4 землетрясения в день. Просто это перестали публиковать чтобы не тревожить сознание людей. То есть земля кристалл меняет свою конфигурацию. Он растет. Когда эксперты Министерства обороны СССР рассчитали траекторию полетов НЛО то пришли к поразительному выводу. По всему пути следования неопознанных объектов всегда встречаются крупные месторождения кварца. Ученые выстроили модель навигации этих летательных аппаратов. Удалось даже выявить волновые диапазоны в которых можно наблюдать и на лоб. Аппаратура на борту любого летательного аппарата настраивается по нулевому градиенту магнитного поля. А по зонам разлома земной коры этот градиент меняется. Сотрудники программы сетка предполагают что пилоты НЛО перенастраивают свою навигационную аппаратуру и четко ориентируются по маякам на земле. Происходит изменение геомагнитной составляющей поверхностной вот этой сетки и активизируются так называемые зоны аномальных составляющих нашей планеты. После распада Советского Союза произошла колоссальная утечка информации из секретных архивов Министерства обороны и КГБ СССР. Кое-что даже попало в периодическую печать. К примеру информация о том что на основе статистики проекта сетка ученым удалось вычислить цикл активности НЛО. По этим данным каждые 9-9,5 лет количество летающих тарелок над бывшими республиками Советского Союза многократно Звездные врата? Одна из теорий то что в те времена наша Солнечная система пролетала через более менее населенный участок галактики и все кто смог сюда прилетали для исследований для еще да наблюдений было много даже не то слово там не десятки сотни тысячи Именно в это время Юрий Архангельский проходил срочную службу в погранвойсках КГБ СССР на советско-финской границе в составе 102-го пограничного отряда северо-западного пограничного округа Однажды во время ночного дежурства на посту наблюдения Юрий увидел несколько НЛО Они двигались в небе над акваторией Сайменского канала Это были светящиеся шары При пролете этих объектов у пограничников начались сбои радиосвязи на коротких волнах и выключилась проводная телефонная сеть При исследовании данных объектов мы использовали в частности нашу радиолокационную станцию при попадании луча на данный объект радиолокационная станция выгорела несмотря на то, что напряжение в данной РЛС было 12 вольт и выгореть она в принципе не могла никак говорить о том, что это была шаровая молния сложно потому что движение носило направленный характер они беспорядочны как у шаровой молнии и эти объекты наблюдались несколько раз и двигались они приблизительно по одному и тому же маршруту А позднее советским пограничникам даже довелось зафиксировать НЛО висящий на околоземной орбите их оборудование позволяло отследить перемещение абсолютно любых объектов как на земле так и в небе На небе было очень много большое количество неопознанных летающих объектов которые летали как угодно то есть четко было видно спутники которые летели по определенной орбите с определенной скоростью то есть они легко идентифицировались то что это спутник орбитальный но иногда были объекты которые зависали Странные объекты в космосе наблюдались не только в непосредственной близости от Земли 16 октября 1989 года в северо-западном секторе Луны был замечен странный объект по словам Юрия он завис на одном месте и от него отделились более мелкие объекты прилетел объект который по определенным оценкам можно расценить как в радиусе до 40 километров от этого объекта отделились более мелкие объекты объекты зеленого цвета более мелкие объекты красного цвета которые осуществили посадку на Луне объект зависал на длину порядка 5 минут после чего какой-то он соединился с каким-то другим объектом и соответственно оттуда улетел наблюдал я его в прибор который имеет увеличение в 60 раз то есть это у нас оптический прибор был такой поэтому мне было четко видно была хорошая ясная погода и в том месте не было никаких промышленных объектов которые там создавали бы там помехи для наблюдения однажды НЛО пролетал ночью над Сайменским каналом выпустив ослепительно яркий белый луч а на утро сотрудники предприятия которое делало радиоаппаратуру для спутников заметили на стене цеха идеально круглую дыру диаметром около 20 сантиметров что это было сканирующий луч или намеренное воздействие лазера сложно сложно сказать что двигало имя я не знаю это весьма сложно сказать ну опять-таки если рассматривать физические типы то возможно это какая-то была телепортация если мы рассмотрим данную ситуацию как объект телепортации то вполне возможно что с объекта был тот телепортирован на данной территории в последние годы резко возросло число случаев наблюдения странных объектов вылетающих из-под воды такими местами являются Саргассово море в Бермудском треугольнике и Марианская впадина это настоящие водные аномальные зоны площадью около 7 миллионов квадратных километров как полагает историк Сергей Щербаков самые главные загадки об НЛО хранит именно мировой океан океан как бы мы не изучали он изучен плохо достаточно то есть он хранит многие тайны и до сих пор открытия там совершаются достаточно посмотреть всевозможные анимал планеты и прочее и прочее и мы увидим действительно находят как бы рыб и существ то есть которые как бы не были известны науке и кроме того океан все-таки это не река это извините Марианская впадина это 11 километров глубины поэтому как бы они действительно могут иметь базы под водой контр-адмиралов отставки Вячеслава Афанасенко подолгу своей службы пришлось столкнуться с непознанной непредвиденная ситуация произошла в Атлантическом океане севернее Бермудского треугольника подводная лодка двигаясь на глубине около 180 метров неожиданно столкнулась с каким-то объемом моряки полетели со своих мест незакрепленные приборы оборудования зип тоже попадали на пол субмарина удар был реальный но какой-то страх мягкий как бы скользящий удар был очень сильный ну все послетало да весь зип наш там полетел и все что не было закреплено оно все послетало с места и мы не знаем с кем мы столкнулись до сих пор каково же было удивление когда при осмотре судна никаких следов столкновения обнаружено не было привидеться такое мореходам не могло 150 человек не могли одновременно испытать удар такой силы что попадали со своих мест предположение о том что подлодка столкнулась с китом так же маловероятно на глубину 180 метров киты не погружаются но что это тогда могло быть еще в 70-х годах прошлого века в американской военно-технической и научной литературе появился термин квакер оказалось что это источники неких излучений где-то с начала 70-х мы стали обнаруживать непонятные сигналы в океане значит сначала их включили как биологические шумы ну там говорили стадо китов там косатки там еще что-то потом стали возникать сомнения почему эти биологические шумы возникают как правило на маршрутах движения наших подводных лодок все это позволило исследователям заявить что даже если и существуют базы пришельцев их следует искать в глубинах мирового океана кроме того по мнению Сергея Щербакова базы пришельцев могут быть не только под водой и под землей но даже на луне когда исчезает НЛО то как бы мы вроде как говорим о он мгновенно исчез понятно что если это со скоростью свыше 11 километров в секунду он так и исчезнет вот это вероятно это вероятно вот либо он просто исчезает в свой параллельный мир что скорее всего поэтому мы его не видим потому что если мы видим когда съемки идут например там союз ракет слетает она же тоже идет со скоростью 11 километров в секунду создается впечатление что иной разум присутствует на земле параллельно нашей цивилизации он не вмешивается открыто в историю людей и занимается своими делами но почему бы нам наконец не познакомиться потому что они не могут люди еще не готовы они слишком боятся и также это будет вмешательством в собственный путь человечества человечество земли должно прийти к пониманию правды о том кто они есть сами это сознание не может быть просто передано им в руки они не могут просто приземлиться и сказать это то чем вы являетесь это правда о мире то какой он есть этот процесс пробуждения индивидуальное путешествие которое должна пройти каждая душа и нет я не могу принести это тебе это мы должны подняться чтобы встретить их главным препятствием для контакта с космическим сообществом по словам философов и экстрасенсов остаются корыстные цели правящей элиты человечества что произошло бы так это то что мы бы позволили им прийти и быть среди нас свободно дары которые мы бы получили энергия исцеления все что доступно нам что бы произошло в нашем обществе мы бы больше не нуждались в фармацевтических компаниях нефтяных компаниях больших корпорациях банках все подобного рода прекратило бы свое существование и есть те в чьих интересах этого не допустить так что человечество на этой планете было порабощено но где же скрывается истина в словах самопровозглашенных пророков космоса обожествляющих иной разум или в молчании спецслужб возможно сделавших все чтобы отсрочить завоевание третьей от солнца планеты только время откроет нам ответы на эти вопросы вставки это вставки во что лето что это все это вы Продолжение следует...